ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 8 часов 33 минуты. Четверг, 9 сентября. Здравствуй, Великий город! Здравствуйте все! Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя. Доброе утро. Дорожает на слабом долларе снижение запасов в США. Сбор гуманитарной помощи по горельцам начался в Алтайском крае. Послушайте, вы смотрели вчера, что было в Алтайском крае? В Алтайском крае вчера был триумф опять пожарной службы. Ну, потому что время от времени Сергей Кужегедович находит в себе силы провести пресс-конференцию. Вы знаете, что он занят, он как Майти Маус все время устремляется куда-то. Значит, и он находит в себе силы провести пресс-конференцию, которая столь же триумфальна, сколь его действия на пожаре. То есть, ну, он заявляет о триумфе, победе, и все, ну, круто все, короче. Правда же? А, 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 вчера я заглял... Кужегедович? Да, ему уже больше... Да, может, ушки поприжать чуть-чуть уже, нет? Ну, он же, ну, мы же видим, что самый главный актор в данном действии это ветер. Ветер, ветер. Поэтому, а пожарный, вот если была ветряная служба, было бы совсем по-другому. Если бы Кужегедович мог вознести молебен о ветре... Вы знаете, я, 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 знаете, я сейчас, секундочку, ну, значит, самолет-амфибия, сейчас я найду это дивное дело. Сейчас есть роскошное, есть роскошное... Вчера горел Алтай, вы знаете, да? И там хронологию я сейчас вам дам. Но мне понравился ветер, 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 ветер. Я просто... Ветер для меня, ну, это вещь такая сильно непростая, понимаете? Ветер, потому что он судьбоносный бывает. И я напоминаю всем Троецарствие, безусловно, конечно, молебен у Красной Скалы. Молебен перед битвой у Красной Скалы, когда неурочное время, Джугелян даосскими заклинаниями, даосским молебном огромный... Строится храм мгновенно, да, пирамида строится с флагами и так далее, и Джугелян возносит молебен о восточном ветре. Ну вот, и здесь бы Кужегед еще тоже, может быть, вознести... А может, он и вознес молебен? Может быть, он... Вы знаете, он не чувствует... Внимание, слушайте! На Алтае ветер поменял направление, остановив огненный фронт, направлявшийся в сторону крупного райцентра Михайловская. На Алтае ветер поменял направление, остановив огненный фронт. Я читаю сообщение агентств. Направлявшийся в сторону крупного райцентра Михайловская. Ранее было объявлено об аукрации оттуда 10 тысяч человек. В то же время МЧС говорит, что ситуация с Михайловскими контроля не снята. Впрочем, ветер движется в другом направлении, В сторону села Малиновое озеро Сгорело село Николаевка Без крови остались более тысячи человек Сгорело еще к чертовой матери все Но ветер, ветер, ветер поменял направление Господи, дай нам правильный ветер Вот здесь Можно я пойду в МЧС работать? А вы думаете, на чем? Я думаю, на драконах На ветре, конечно Можно я пойду в МЧС работать? Хотите, я пойду в МЧС работать? Ну а кто же здесь останется? Я сейчас объясню Нет, потому что я знаю молебен о ветре Джугеляна Подробнейшее его описание Потому что Троецарство никто не читал в этой стране Как вы хорошо знаете А я знаю молебен Джугеляна И я могу ветер вот этот менять Вместо села Михайловское сгорит к чертовой матери Озеро, какое озеро? Малиновое озеро Сгорит село Малиновое озеро Пропадай Малиновое озеро Дыхает с ним с Малиновым озером Подумаешь, что там Малина, правильно? Конечно Главное спасти Михайловское Вот, ветер поменял направление И все, теперь не будет пожара Послушайте, как вчера было Послушайте Хронология Я читаю Я прочитаю вам сообщения Из агентств Вот РИА, Интерфакс Вот это все, да? Потому что вы получили представление Как мы горим Как горит страна Ну, которая, вы знаете Которая В ближайшее время Она Финансовые центры Создаст там мировые Ну вот, смотрите Крупные верховые пожары Возникли в среду В районе населенных пунктов Корнилова, Неведово, Николаевка, Артайского края Планируется эвакуация Жителей 16-16 Время 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 16-16 Сообщает представитель Пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС О возгорании площадью 123 гектара В 5 километрах От населенного пункта Корнилова, Каменского района Сообщили они Внимание Это никакая Не Казахстан Это Россия Внимание Понятно, да? Потому что очень многие думают Что это Казахстан Нас поджег Ни хрена Слушайте Данные о нем поступили В МЧС От оперативного дежурного управления В 12-50 В 12-50 Поступили данные О возгорании, да? В 16-16 Крупные верховые пожары возникли И они двигаются В 12-50 началось В 16-16 Крупные верховые пожары Дальше А там какой-то бушует Еще из республики Казахстан Тоже В Неводное Николаевку Рассказывает представитель пресс-службы В Корнилове проживает 1100 человек В Неводном 249 человек 107 домов Спланированная эвакуация людей Сообщают нам В 16-16 А все В 12-50 началось Понимаете, да? А началось, может быть, и раньше Они узнали в 12-50 Дальше Сейчас привлечены для борьбы Жилых домов Загорелись В результате верхового Одновременно Это как-то хорошо Я вам скажу Это как-то даже по-скандинавски Как была эта вакулична Это русская богатырша Которая била богатырища А, царь девица Я забыла Вакулин Нет, вакулична она была Ее палочицу называли Конечно, конечно И это Олеся Кукуева Вступает в бой Внимание Смотри сюда А Олеся Кукуева Там 71 мужик 71 человек Это мужики И к ним подтягиваются Олеся Кукуева В 16-57 В 16-57 Кукуева на горизонте Понимаешь, нет? Слушай дальше В Алтайском крае Горят 40 жилых домов Сообщает Олеся Кукуева Дальше слушай 17-04 Это все рядом Это все 7 минут прошло Оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС РФ Вылетает в Алтайский край Кукуева Уже там была перед этим Но она опять вылетает Уже через 7 минут Начинает вылетать Только что она была там Слышала? Да Но через 7 минут Она начинает вылетать Сообщила Олеся Кукуева На 17 часов Она сообщает В 17-04 На 17 часов Планируется вылет Тяжелого Я не путаю время Это все время МСК Время МСК Все время Москва Тяжелого вертолета Ми-26 Сообщает Олеся Кукуева В 17-04 Про то, что в 17 Планируется вылет Ми-26 С Данияром А нет, с майором С Данияром Сифулиным С Сафиулиным С Данияром Сафиулиным О, генерал-майор Вылетает Генерал-майор У него огненного цвета Лампаса Нет В 17-16 Летит Сафиулин Здесь Сафиулин летит Здесь Кукуева стоит Как Кукуева высится Понимаешь? Огромная Кукуева В 17-16 Через 12 минут Пожары усиливаются Сгорело 50 домов На ликвидацию пожара Брошены силы В количестве 70 человек Погибших нет То есть там 71 был перед этим Один уже ушел куда-то за водкой Остался 70 человек Кукуева за человека не считается Потому что она богатырша Внимание, дальше слушай В 18-34 Для тушения лесных пожаров В Алтайском крае В ближайшее время Будет направлена Авиация МЧС России В ближайшее время Ну когда-то Правильно говорят Недонаселенная у нас Сибирь Всего 70 человек Да? Да? А спутники гугла Есть у Кужугетча? А знать о том Что пожары Идут из Казахстана Кужугетч мог за неделю До этого? Нет? Мог за неделю До этого? Я спрашиваю Слушай меня Дальше слушай Драматический раз Здесь все Силы брошены Все Годзилла Значит слушай Из Красноярска В Алтайский край Вылетел самолет Бе-200 МЧС России Готовится к вылету С подмосковного аэродрома Раменска Самолет Ил-76 Который примет Будет принимать участие В тушении Лесного пожара В тушении Примут участие Два вертолета Ми-8 И два вертолета Ми-26 Сообщила Арина Андрианова Там две бабы уже Слушай Кукуева только что была И теперь Андрианова Они вдвоем уже Титанические женщины Как это Была в Акулешно Ну вот я не нашла Давайте кто знает Царь Девица Царь Девица Путятишна Забава Путятишна Спасибо Девятисотый Василиса Микулишна была Конечно две бабы Слушай меня Кукуева будет у нас Василиса Микулишна А еще была Забава Путятишна Спасибо Пятьдесят третья Спасибо девятисотый Спасибо двухсотый Василиса Микулишна Конечно Забава Микулишна Нет Забава Путятишна Голубь Забава Путятишна А Василиса Микулишна Слушайте дальше Это все время идет Уже вторая баба, Арина Ирина Андрианова, вторая баба возникает, уже Забава Путятишна и Василиса Микулешна. Дальше, слушайте. Да-да-да, проживает, к эвакуации готовит. Дальше, слушайте, 18.42. Еще четыре человека приняли участие. Нет, слушайте, 18.34. В ближайшее время вылетит Би-200. Ну, 18.34, обнадеживая. Это все в 12.50. Все из Москвы. Они знают 12.50, все про это. Ну, бабы, они собираются, губы красят, так далее, понимаешь, там 70 придурков каких-то бегают взад-вперед, горит 50 домов, пока нам известно, да, пока. Слушай, дальше. 18.42. Усложняется сильный ветер. А нет, он осложняет, точно. Осложняет сильный ветер. Ветер, вот здесь джигулян вступляет в силу, до 28 метров в секунду. Сообщает Ирина Андрианова, это баба богатырская. Дальше, слушай. 18.42. Теперь губернатор Алтайского края Александр Карвин взял на себе на особый контроль ситуацию в поселке Николаево, где сгорело уже к ядреним фене 50 домов. Нормально все. Они сгорели уже, их нет, понятно. И самое время взять ситуацию на контроль. На заметку. Сказать почему? Почему? Потому что остались погреба. А в них маринованные огурчики. А в них, мать, моченые яблочки. И самое время погреба-то остались. Катошечка на огородах запеклась, наверное. А там самое время губернатору взять под особый контроль. И он берет таки, берет под особый контроль. 18.42. Слушайте меня. 19.20. 300 жителей населенного пункта Николаевка эвакуированы. Куда? Они все время. Говорит Олеся Кукуева опять. Олеся Кукуева опять. Опять она вступает в дело. Смотри меня. Дальше. 19.42. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в среду в Алтайский край для тушения лесных пожаров. Понятно? Он уже вылетает третий раз, ты обрати внимание. Это один и тот же самолет. Он все время вылетает. Один единственный. Один единственный. И он вылетает. И он летит себе и летит. И летит себе и летит. И под ним сейчас может быть Пермь. Под ним сейчас может быть, ну не Кукуева, нет. Под ним какой-нибудь, может быть, Великий Устюг. Он летит себе и летит. Тем временем. В населенном... В 19.50 смотрите. Самолеты Ил-76 летит. В населенном пункте Николаевка. Село в настоящий момент полностью охвачено пламенем. сообщает МЧС. Сгорели 433 дома, в которых проживало 1166 человек. Сгорели, сгорели, все, сгорели, все. А губернатор, ты заметила, сейчас до этого, за час до этого, за час десять минут до этого взял под особый контроль. За час десять, за час десять, самолет летит. Нет, ты должна видеть всю сцену. Смотри, смотри, самолет сейчас над Пермью. Я могу видеть, как самолет. У-у-у, так да. Самолет над Пермью. Спокойно, я не Орлазоров. Слушай, секундочку. Самолет, значит, над Пермью. Губернатор берет под контроль. 433 дома. Сгорели к ядрени матери. Полторы тысячи человек стоят. Полторы тысячи человек стоят по обочине. С грузцой, с грузцой. Семьдесят придурков пушат. И гигантская, гигантская, титаническая, циклопических размеров фигура Олеси Кукуевой и второй Ирины, там, неважно, двух баб, богатырш, которые вот-вот вступят в дело, они ждут, когда догорит. Они ждут, когда догорит. Слушай меня. Дальше, слушай. 20-24. Второй самолет Ю-76 МЧС России вылетел в среду в 20.00 из Подмосковья в Алтайский край для тушения лесных пожаров. Дальше, слушай. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Значит, Карлин, Карлин, чего говорит сейчас? Четыреста пятьдесят домов, говорит, с Карлин. В 20.31. Карлин сообщает. Четыреста пятьдесят домов. Перед этим было четыреста тридцать три. Еще догорит. Ну, какие-то дома все догорает, а он держит все под контролем. Все. Под контролем, ага. Четыреста пятьдесят домов догорели, ага. Дальше, слушай меня. Дальше. А, и все. Четыреста пятьдесят домов и спепелились. Все. Дальше сообщение к утру. Ветер поменял направление. 70 придурков, которые бегали взад-вперед, могут спокойно пойти помыть руки, почистить зубки, прилечь поспать. Карлин, может, уже тоже ничего не контролирует, потому что ветер поменял направление, и ветер теперь движется в селу Малиновое озеро. Да и насрать нам на село Малиновое озеро. Давайте разлучимся на минуточку 8.48. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Сахой, Паш, что я пишу? Десятый пишет, проезжали Тамбовскую область. Не поверите, мужики сахой пашут, какая техника. Слушай, подожди секунду, подожди секунду, подожди секунду. Это Сергей пишет из Москвы. Сергей, она ведь не бараной с суховаткой. Ведь не бараной с суховаткой. Нет, говорит, по сути, давайте радоваться. Палкой-копалкой могли. Нет, могли палкой-копалкой, во-первых, ковырялкой такой, знаете. Потом могли бараной с суховаткой, а не сахой пашут. Это же высоко, это совершенно полет мысль. По шоссе энтузиаста в центр с пересечением, свободный проспект, авария. Свободный проспект, по шоссе энтузиаста в центр с пересечением, свободный проспект. Вот там, авария. Забава Микулична, Василиса Микулична, спасибо. Щелковское шоссе перед городом Восточный, классно расширили дорогу. Новый асфальт, разметки еще нет, уставший каток лежит на обочине колесами вверх. Клинский. Слушайте, Клинский, Клинский, а кто может перевернуть каток? Это какая-то титаническая неземная сила, понимаете? Вы знаете, что Илюмжинов объявил? Илюмжинов объявил о том, чтобы мы не стеснялись, когда мы говорим о инопланетянах. А, это я уже... Он сказал, братцы, не надо стесняться, он призвал всех говорить правду и перестать стесняться, перестать утаивать свои контакты с инопланетянами. Ну, просто это он рассказал. Он просто сказал мне, просто это рассказал и был подвержен последовательной обструкции со стороны грязных человечишек, вот этих людишек мелких, дешевых всяких, понимаешь? И он... А сейчас он призвал... Не так, вы говорите, надо говорить гуманоидов. Нет, а мы же гуманоиды тоже. Ну, какие не гуманоиды? Самые, что я с дешевки. И все, кто не контактировал с инопланетянами, потому что, знаете, что сообщили инопланетяне Кирсану? Что? Они сообщили, что человечество еще не готово в целом к контакту с инопланетным разумом. Да, ну, конечно. Нет, спокойно. Но есть люди среди нас, есть люди среди нас, лучшие из нас, соли от соли земли русской, как Кирсан и Люмжинов, которые уже готовы. Остальные в отстое. Поэтому те, которые готовы, сейчас призвал Люмжинов, это свежак. Сейчас призвал. Он сказал, товарищи, давайте перестанем стесняться наших контактов с инопланетянами. Давайте по-честному воздадим презренным людишкам, к которым не приходят инопланетяне, воздадим им должное. А именно, будем их презирать. А те, кому приходят инопланетяне, давайте друг другу просто об этом рассказывать честно. Говорят, я сейчас говорил, говорит, сейчас с президентом Вьетнама только что. С инопланетянином. Нет, слушай меня, он говорит, нет, он сказал, Кирсан и Люмжинов, говорит, говорил сейчас с президентом Вьетнама, публично, говорит, стесняется говорить. А мы, говорит, когда заперлись наедине, там, с президентом Вьетнама. А у них шеститонный язык, знаешь, на шесть тонов. Тот ему что-то курлыкал. Да, 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 и 17 падежей. Клянусь спокойно. 17 падежей во вьетнамском языке. По-моему, да, я сейчас точно не могу сказать. Что, может быть, 18? Значит, чертовски много падежей. Нет, по-моему, 4 тона в китайском, а как раз 17 тонов во вьетнамском. 6 тонов во вьетнамском. Я знаю, ну слушай меня. Хорошо, хорошо. Иногда я говорю правду, послушай. Да, я рада. Значит, слушай, он, когда он уединился с президентом Вьетнама, и тот заклокотал. А тот забился под угол и сказал, да. Слушай, ну подожди, ну дай-то говорить. Когда он уединился с президентом Вьетнама, и тот заклокотал, заклёкал и запел на шести тонах, Кирсан подумал, что это про инопланетяны, что перед ним один из них. Понимаешь, чего я говорю? Он, правда, он президент Вьетнама, с чего инопланетянином? В этом же проблема, понимаешь, да? Да. И он говорит, больше не надо стесняться. Один из них говорит, вот, пожалуйста, руководит Вьетнамом. Говорит, это нормально, говорит, это ничего. Слушай, прочти мне еще раз это сообщение. По поводу, секундочку, назад. Да, пожалуйста, вот, во-первых... Про Михайловска, как они спасли геройские? Вот, пожарные отстояли райцентр Михайловска на Алтае. Я читаю вам, слушайте, внимание, я читаю вам два сообщения. Одно из них, вот, акула путятишна это говорит. Значит, одно из них от МЧС идет. Пожарным удалось отстоять райцентр Михайловска с населением 10 тысяч человек. В этом населенном пункте не сгорел ни один дом. Надо было... Ни один дом. Ни одна сволочь. Пожарным удалось отстоять райцентр Михайловска. Теперь я читаю второе сообщение, от них же все равно. Дальше. Они просто не знают, что говорят. Ну, это МЧС. На Алтае ветер поменял направление, остановив огненный фронт, направлявшийся в сторону крупного райцентра Михайловска. Значит, это одно сообщение. Ветер поменял направление, остановив огненный фронт. Но есть уже... Второй, 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 второй... Второй, второй, второй... Что, алтайский губернатор... Что? Предлагает всем городам и районам края принять участие в установлении... Да, плевать, слушай, плевать. Ну, это так он хлопочет, это, пожалуйста, куда хочет, неважно. Дай мне опять эту фразу-то гениальную, где им удалось что-то. А, так сейчас... Ну, я хочу прочитать их вместе. Ну, хочу раз, дайте мне, пожалуйста, пожалуйста, слушай меня. Первое сообщение пожарных. Это пожарные говорят, но которые почестнее чуть-чуть, потому что там не все бесстыжие. Слушайте. На Алтае ветер поменял направление, остановив огненный фронт, направлявшийся в сторону крупного райцентра Михайловска. Точка. Следующее сообщение. Более бесстыжих пожарных. Пожарным удалось отстоять райцентр Михайловска с населением 10 тысяч человек. Вот, пожалуйста, два сообщения подряд. 8.54 в движении. Погнали. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Движение 8.56 движемся. Вот что. Вернадского толкается от метро проспект Вернадского до метро университета. Очень тяжело. Влад. Еще авария в Одинцове на маршала Жукова. Лада и Сиат не поделили перекресток. Сергей. Из Одинцова Рязанка погибла и больше не едет в сороковой. Хачатуряна стоит от метро Отрадное до Алтушки из-за кучи мусульман. Мусульмане снуют между Хачатуряна и Отрадным. Видимо, у них Еврейский Новый Год или что? Я не слышала. Я знаю, Еврейский Новый Год вчера с закатом солнца написано Трумпу-бум, Раш-бум-бум. Какое-то слово написано при этом. Не по-русски. Значит, и о какой-то он пять тысяч, не пойми чего. Значит, Еврейский Новый Год и куча мусульман. Я думаю... Вот, а мусульмане начинают отмечать один из главных праздников. Матисная. Ураза Байрам. Ураза Байрам. С утра в мечети Катарстана. Воистину Ураза. Воистину Ураза. Господи, поймем. Евреи и мусульмане слились в едином порыве и мешают ездить людям у отрадного. Нормально. А Путин поздравил исповедующих иудаизм россиян с праздником Рош-Ха-Шана. Вот я и говорил, что это не русское. Совершенно верно. Значит, послушайте, осторожно, братцы, сегодня на улицах осторожно. Гурьбою, толпами. Носятся евреи с мусульманами. Взад, вперед. У одних Новый год, у других Ураза Байрам. Воистину Ураза. Все. Осторожно. Значит, 20 до мозга. А, нет. Теперь, значит, это уже про пожары. Внутренний МКАД от Липецка и Добутова. 10-15, 5-10 километров в час. Пишет 25-й. Где едете, что видите? 7-8-8-107-0-1. Слушай. А, Светка на меня смотрит. Алло, да, слушаю. Где вы едете? Здравствуйте, Дмитрий. Да, Дмитрий. Уже проехал. Авария серьезная на перекрестке улицы Минджинского и летчика Бабушкина. Ниссан Альмера въехал в бок автобуса гармошки. Спасибо. Я не смогу все это повторить, люди. Запомните то, что сказал Дмитрий. Дмитрий, хорошего дня. Обзор спорта. 8-58. Погнали. Новости спорта. Здравствуйте. В спорте много всего происходит. Во-первых, в хоккей стартовал новый сезон. Чемпионат континентальной хоккейной лиги. И удивительный матч прошел. По результату ОХК Динамо. Объединенный клуб обыграл чемпиона Казанский Акбарс в матче открытия чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Казани. Завершилась победа гостей со счетом 3-1. Победитель этого матча стал обладателем и Кубка открытий. Но я напомню, что согласно регламенту КХЛ первый матч играется между командами-финалистами предыдущего сезона. Но в данном случае это правило было нарушено. Так как команда ХК МВД после прошедшего чемпионата объединилась с московским Динамо. Стартовый период вчерашнего поединка полностью остался за бело-голубыми. Счет был открыт на 16-й минуте встречи. Отличился Михаил Баландин. Меньше чем через минуту забил словацкий новичок Динамо Колник. Еще один словацкий новичок бело-голубых Доминик Граняк отличился во втором периоде. Лучшими в составе хозяев стали финны голкипер Петри Веханин и автор единственной шайбы Пессонин. Очередной сезон считается третьим в истории континентальной хоккейной лиги. Кроме того, российская теннисистка Вера Звонарева вышла в полуфинал открытого чемпионата США по теннису. Наша спортсменка в 1-4 обыграла эстонку Каю Канепи 6-3-7-5. Отмечу, что ранее Звонарева дальше четвертого круга на US Open ни разу не выходила. Соперницей Веры Звонаревой в матче за выход в финал стала первый номер посева на US Open датчанка Каролин Возняцкий. И последнее большое событие нам предстоит сегодня в мире спорта. Это баскетбол чемпионат мира в Турции проходит. И сборная России в 1-4 финала встречается с абсолютным лидером, фаворитом сборной США. Главный тренер нашей команды Дэвид Блад говорит, что не знает, как победить соперника. Лишь отмечает, что надо выложиться его ребятам на 200%. Тогда мы сможем добиться успеха. Встреча России-США чемпионат мира по баскетболу в Турции предстоит сегодня в 19.00 по Москве. Светлана Матвеева, Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем! Девять часов, три минуты, четверг, девятое сентября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Медведев освободил Квашнина от должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Минут сейчас, в эти секунды, пришло сообщение. Медведев снял Квашнина в Сибирь, освобождена для... Знаем для кого. Может для БОСа? Туда его... Ну, хорошо, сейчас решим. Анастасия Аножко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя! Здравствуйте! Президент прекратил полномочия губернатора Новосибирской области. Это уже следующее сообщение. Назначил Василия Юрченко, ИО, главы региона. Из Новосибирска поперли губера и освободили Квашнина от должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Это прямо сейчас. Послушаю, у меня на столе лежит записочка. Смотрите, я его прочитаю. Можно прочитать? Конечно, прочитайте. Телефон Лилии Фетисовой. Она будет вещать этим утром. Накануне вечером она, Лилия Фетисова, на фуршете взяла интервью у Ярославского губернатора, у Г. Зюганова. Последнего Г она устыдила, что он к нам не ходит. Зю поклялся прийти. Улыбочка. Смайлик. Кроме того, у нее вся фактура о городе, дорогах, милиции и так далее. С уважением, Анна Шостакова. У меня записка такая лежит. Где Фетисова? Международный Ярославский политический форум. Свежие новости. Лилия Фетисова там в Ярославле бесчинствует и лютует. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Я нахожусь уже в здании, где будут проходить форумы. Здесь уже идет регистрация участников, но многие прибыли еще вчера, вот как вам записки написали, и были уже на фуршете. Лилия, секунду, секунду, Лилия, Лилия, секунду. Значит, освобожден Квашнин от должности представителя президента в Сибирском федеральном округе. Назначен Толоконский полпредом в Сибирском федеральном округе. Снят губернатор Новосибирской области. Это вот сейчас валится на нас сообщение, каждые 30 секунд новое сообщение. Лилия, извините, пожалуйста. Хорошо ли здание, где будет проходить форум? Ну, здание в целом отличное. Ну, какое? Вот как оно, как что? Сделано все с умом. Единственное, что меня выглутило сегодня с утра, это... Нет, ну скажите, оно какое? А? Мещанский дом, Мещанский дом 19 века, купеческий? Это современное здание, большое, просторное, серые стены, синие стулья, в виде стекла, в виде... Далеко ли до гостиницы «Премьер»? Да, наподобие. Нет, а далеко от гостиницы «Премьер»? Что? Далеко от гостиницы «Премьер»? Далеко, да. Это просто единственное место, где можно пообедать. Ну ладно, так, ну что же, да. Один металлоискатель всего на входе, и журналисты сегодня на холоде стояли в очереди на улице, чтобы пройти все досмотры. Это было ужасно и неприятно. Но это то, что касается здания. То, что касается самого города, почему-то его начали приводить в порядок только сегодня ночью. То есть зачем-то вчера дали посмотреть журналистам на то, что есть в городе обычно. Ну, это обычный город, обычная картина, то есть все в порядке. Но стали его зализывать сегодня ночью. То есть стали убирать сваи со строек, стали оттирать граффити. Ну, в общем, стали приводить в порядок почему-то именно ночью. А вчера было все как обычно. И улицы только перекрывали. Вчера перекрывают слегка. А сегодня, а завтра будет практически весь центр города перекрыт для обычного движения. Кстати, когда мы вчера ехали с вокзала, то нас привезли мимо митинга КПРФ. Они митинговали к ним, кстати говоря. Заехал потом еще и Зюганово. А были японские туристы, нет? Японских туристов не было? То есть когда вас везли мимо митинга КПРФ... Японских туристов, и есть даже что рассказать. Представьте сцену, когда экскурсоводы говорят, что... А вот здесь у нас митинг КПРФ, пожалуйста. И все японские туристы, наверное, достают свои фотоаппараты и фотографируют. Ну, практически так и было. Вот, кстати, у коммунистов, пока мы проезжали мимо них, мы даже остановились на светофоре, поэтому могли разглядеть лозунги. У них были такие, например, позор, волокитные политики государства, или тысячелетний Ярославль, это город обманутых дольщиков. Постояли мы напротив этого митинга минуты две и поехали дальше. Что мы видели вчера на фуршете? Вчера прибыли на него и различные делегации уже иностранные, в частности, были японцы, про которых вы говорите. Очень им понравилось, японцам, то, как все было организовано. Я думаю, они удивились, что... Это они из вежливости. Из вежливости. Ну что вы, очень понравилось. Нет, нет, вы что, вы видели, как они с удовольствием смотрели, как во сух них пляшут наши детки в кокошниках, как там различные акробаты... А что, скажи, опишите мне, опишите мне, Лили, подождите, Лили. Икру ложками. Икру ложками? Какую икру давали ложками? Какую? Красную икру можно было подойти и взять ложкой. Еще мы почти целый час стояли, ждали, пока нас пустят на фуршет, и там как раз были народные гуляния, и всем разливали митовуху, и те же самые японцы с удовольствием ее пили. Пили. Надо было как-то согреться. Ну вот эта сцена японского модернизатора рядом с разнузданной природной блондинкой, к тому же, ярославской девкой, которая приехала на неделю... На неделю нарочно из Харькова выписали ансамбль песни и пляски, которые выдают за ярославских девок. Да, это, конечно, забавно. Скажите, вы видели там должностных лиц на этом фуршете, кроме... Я взяла интервью у губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова, поговорила с ним о том, в частности, что именно дает Ярославской области проведение подобного форума. Он рассказал, что вот в прошлом году у них проходил аналогичный форум, и после этого жизнь в регионе просто изменилась. Они стали инвестировать иностранцы, они стали строить здесь заводы, фабрики, то есть очень много всего у них стало появляться, и это дает возможность развиваться частному бизнесу. То есть, ну, если строится, допустим, какой-то завод, то это строительные компании приезжают на стройку, это занятость местного... С чем это может быть связано? Это связано с тем, что просто узнали о существовании этого города? Конечно, они знамениты, они стали знамениты, конечно. Да, у них прежде был знаменитость Ярославля, основана на том, что у них завод Юкоса, вот этот нефтеперерабатывающий слева, как въезжаешь в город. Правда, Жак? Теперь будет несколько фармацевтических компаний, то есть будут производить здесь лекарства, и очень много строят гостиниц, и это позволяет развивать туризм еще больше, чем он у них был. А также я вчера еще встретилась на фуршете с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым. Он тоже там был, пообщался с губернатором. Он был смущен? Он был смущен или нет? Он был смущен моим вопросом, почему он не приходит к нам высказывать... Это абсолютно бесстыдство, да, и добавок, я знаю, почему он не приходит. Сказать, почему он не приходит? Почему? Потому что он боится коммунистов. Он боится, что случайно в коридоре или в мужском туалете ему встречусь я. Да, он знает, что здесь водятся коммунисты и боится коммунистов. Вот почему Зюганов сюда не ходит. Да, прошу вас, да. Он теперь обещал приходить, он засмущался, сказал, да, да, конечно, я к вам приду, взял визитку, ну, теперь будем ждать. Поговорили мы с ним тоже о форуме, о том, что у него сегодня будет речь, он немного приоткрыл, завеса того, что скажет. Вот сейчас он считает, что как-то развивать нашу демократию... Она ругается матом. ...без большой коррупции. Это пищало. Забитивали. Алло, я плохо слышу. Нет, нет, Лили, Лили, сейчас просто бипы пошли. Мы думали, вас забивают, забипивают какую-то ругань вашу. Извините, да простите. Да, в общем, Геннадий Зюганов сказал, что построить демократию в стране невозможно, если не побороть коррупцию. А я у него спросила, ведь на форуме будут еще секции по безопасности, вот как вписывается в возможность строения демократии, возможно безопасности именно новый закон о полиции. И на этот вопрос Геннадий Зюганов сказал, что этот закон о полиции, он все испортит, что это кощурственный, ужасный закон, что это диктаторский закон, и его надо менять, и что сейчас фракция КПРФ в Госдуме готовит множество различных поправок к этому законопроекту, и они будут инициировать этот вопрос. Также Геннадий Зюганов сказал, что преждевременно думать, будет ли он баллотироваться на президентские выборы. Ну да, вам как-то никого не интересует. Ага, интересно, да, да, простите. Да, и также он сказал, что, конечно, надеется, что эти выборы будут честные и по правилам. Спасибо, Лили. Мы спрашивали, виделся ли он с инопланетянами когда-нибудь. Ладно, ладно, все, не надо. Лили, спасибо огромное. Мы ждем вашего включения в очередной раз в 3 часа дня, да? Да, в 3 часа дня. Спасибо, спасибо вам большое. Берегите себя там, главное. Спасибо. Не надо отвлекаться на этих... Вот, это была Лилия Фетисова. Что? Да, нет, подожди, у нас... Мы должны... Международный Ярославский политический форум. Свежие новости. Подъем. Глава Новосибирской области назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Смотрите, значит, сняли Квашнина. На его место Толоконский, который был губер новосибирский, которого сняли перед этим. Понятно, да? Значит, губера Новосибирского сняли в 9.03, назначили немедленно в 9.07, теперь рассказали, кто это. Понятно? Да. То есть губернатор Новосибирской области пошел на повышение или что это? Ну, как считается? Видимо, да, да. Ну, наверное, но был полпредом-то. Да, да, да. Конечно. Он молодой, Лисарь, посмотрите мне, пожалуйста, я умоляю этого Толоконского. Дайте мне. Виктор Толоконский, Вики. Напишите, Виктор Толоконский, Вики. Я хочу познать какие-то подробности. Понимаете, я не могу. Виктор Толоконский, Вики, не Вики, а Био. Хорошо, биография годится. Биография. Биография, давайте, да. Нет проблем. Значит, что? Неужели его нет вообще? Есть, есть сейчас. Нет, он не может быть. Био, био, био. Это вот этот. Купил дачу первое, что он. Виктор Толоконский купил дачу. Да, вот он. Родился 7 мая 1953 года. Сколько же ему лет теперь уже? Это невозможно понять, когда он предстанет перед престолом небесным уже. А то он уйдет на повышение. 57? Но до престола небесного еще далеко. Правда же? Далеко. Далеко. То есть он пошел на повышение, все выше и выше возносится. Но престол небесный еще ого-го. То есть он 53-го года. Да. Сколько ему лет? Все равно непонятно. 57, вероятно. 57, я уже сказала. Вероятно, 57. Спасибо вам большое. Видите, какая вы ловкая. Как она быстрая. Как она быстрая. Я умею. Внимание. Послушайте. Очень важная, очень важная вещь, которую я хотел сказать про Фиделя. Фидель вдруг заговорил, вы знаете, Фидель. Да. И вообще стал очень активнее. Фидель Кастро признался в неработоспособности кубинской модели. Значит, Фидель обрел какую-то свободу, какую-то свободу. Ну, во-первых, во-первых, Фидель всегда был интеллектуалом. Фидель принадлежит к кастовой, кастовой интеллектуальной группе, вот этой вот латиноамериканской, такой, которая, в общем, высокого и даже мирового уровня, я считаю. Я считаю. Фидель, Фидель, Фидель интеллектуал. Фидель человек воля. Воля в первую очередь. И обычно мы не обращали внимания на то, что интеллект. Да, интеллект и воля. Воля интеллект. Ну, вот, чего в нем больше, я не знаю. Значит, но ты можешь всегда, это, конечно, герой, один из героев современности, Фидель Кастро. И он, конечно, вызывает даже при ненависти уважение у всех, везде. То есть я утверждаю, что можно зайти, отведать поросеночка где-нибудь в нижних Баррёс-Бахос-де-Майами, вот в нижних районах Майами, можно зайти, чтобы поесть лечон, вот этот кубинский поросеночка, как они подают, так никто не делает. Они очень хорошо делают поросенка. Ну вот. И там сказать, что ты уважаешь Фиделя, и я должен сказать, что даже если подожмут губы, то, скорее всего, подтвердят, что да, он, конечно, крепкий парень. Ну, там по-другому звучит все это. Значит, надо говорить такую фразу специальную. Фидель Тенен Коханаси, вот так показывать руку. Вот, но это правда. Но мне нравится, мне нравится его абсолютная интеллектуальная свобода теперь. Бывший лидер Кубы Фидель Кастро признался, что кубинская модель форм управления в островном государстве больше не работает, так как это задумывалось. Ничего себе, да? Да. Когда его спросил Джеффри Голдберг из The Atlantic, есть ли целесообразность применения экспорта кубинской формы социализма в других странах? То есть, есть ли целесообразность экспортировать кубинскую модель социализма в другие страны, в частности, Латинской Америке? Он сказал, кубинская модель больше не подходит даже для нас. Внимание. Фидель. Кубинская... Да, знаете, в себе силы расписаться в том, что... Кубинская модель. Нет, нет, вот неправда, вот не надо, вот не надо, не надо. Вот я очень опасался этой фразы. Нет, нет. Она утратила актуальность, это не значит, что она не была актуальна в 61-м. О чем ты говоришь? Вот ровно неправда. Нет, она оказалась в итоге... Сейчас больше не подходит, больше не подходит. Больше не подходит. Я не вижу, как это сказано по-английски, я не вижу, как это сказано по-испански. Имеется в виду, что теперь, сейчас эта система кубинская потеряла актуальность. Но это не значит, что она 20 лет назад теряла актуальность. Понимаешь, да? То есть, изменившиеся условия, изменившиеся условия, изменившиеся условия, и неизменившаяся, и неизменившаяся модель кубинского социализма, заставляет Кастро совершенно свободно, говоря в интервью журналистам, сказать, что мы не говорим об экспорте кубинской модели социализма. Кавычки открываются. Кубинская модель больше не подходит даже для нас, для Кубы. Вот я на английском нашла фразу эту. Где? Покажи. У него влоги, у него влоги. Кубин коммунизм doesn't work. Doesn't work, неправда, это потому что это подзаголовок. Это подзаголовок. Да, 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 это подзаголовок. Открой мне в чистоте фразу. Вот у меня вопрос, у меня вопрос. Вот такая свобода... Дальше он там много говорил разных. Он говорил, что там про Советский Союз, про Карибский кризис довольно подробно. Нет, ну правильно, да, вы правильно пишете. Ругал Махмуда. Вот полностью вам фраза. Давайте. The Cuban model doesn't even work for us anymore. Anymore, anymore. Внимание, anymore. Больше, да, не помню. Ну все, ну все, ну все, все. Вертай в зад, понятно? Anymore. Правильно? Да. Вот так. Значит, это важно. Значит, он говорит много о кризисе, ракетном кризисе карибском. Он... Решение о переброске ракет во многом было принято по инициативе Кастро, который призывал СССР ответить ядерным ударом по США в случае агрессии в отношении Кубы и так далее. Еще. Он критикует Ахмаде Неджада. Он критикует Ахмаде Неджада за антисемитизм и постоянные выпады против Израиля. Кастро. Считая, считая это пагубным и неправильным. И он говорит, что зря он преследовал гомосексуалистов. Видимо, это связано с вопросами журналиста. Он говорит, да, зря, зря. Долгие годы на Кубе зря преследовал гомосексуалистов и сажал в тюрьмы. Он их сажал в тюрьмы. Значит, он болезненно относился, он был мачо-мачо, и он ненавидел именно гомосексуалистов, и ненавидел даже, как бы это сказать, ситуации двусмысленные. И в этой связи очень известна ситуация, когда он тыкал сигарой в лицо Брежнева. Вы не знаете об этом. Нет, я так скажу. Значит, когда он прилетел сюда, в Москву, лидер Кубинской революции Фидель Кастро, он знал, что его поцелуют. То есть, его советники сказали ему, что русские начнут тебя целовать. И ты, после этого, ты, педик окончательный, можешь надеть розовые сандалики или голубенькие сандалики, шортики, и прыгать, вставив перышко в попку. Значит, и он не знал, как быть. То есть, он знал, что точно Брежнев полезет целоваться, и он точно понимал, что хроникеры пишут, и что, так или иначе, кубинцы об этом узнают. И он на трапе, выходя из самолета, выходит с зажженной огромной кубинской сигарой и, ловко вращая губами и зубами, переворачивает сигару так, чтобы Леонид Ильич не успел изловчиться и поцеловать его. А Леонид Ильич? Леонид Ильич лезет целоваться, но Фидель каждый раз, вращая сигарой, ставит ему в глаз просто сигару. И Леонид Ильич, отпрянув от огня, Леонид Ильич боится огня. А Фидель тычет в него сигарой в этот момент, и сигару ее не дает целовать, понимаешь, да? Это был трюк. Люди, которые стояли рядом, внимание, люди, которые стояли рядом, говорят, что это стоило труда. Да, он поставил сигару и быстро ее вот так вот, понятно, губами делал, чтобы Леонид Ильич сбоку собака лезет, а тот его раз сигарой. Тот опять с другого боку просто, как мангуст. Третькратно. Нет, тот как мангуст, как рикки-ти-ки-тави пытается его уцеловать каким-то образом, а этот сигарой его, гад, раз такая, на тварь. И он каждый раз его... И так они не поцеловались. То есть Леонида Ильича он отпугал. Да. Но сейчас он говорит, что зря он притеснял Леонида Ильича. Смотрите. Так он признался, что несет ответственность за притеснение геев на Кубе после революции 59-го года и отметил, что считает это величайшую несправедливость. Вот. Понимаете? То есть он сейчас... А скажите, вот вам кажется, старость диктатора, старость авторитарного правителя, старость человека, принимавшего решения, ну, кого мы знаем? Ну, важное решение. Важное решение. Кто у нас принимал? У нас... У нас... Ну, Путин, например. Вы предвидите, вы предвосхищаете такое интервью, где он проанализировал... Горбачев принимал уже сейчас... Горбачев мог бы дать такое интервью, но Горбачев... Горбачев, Путин, однажды, 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 говорят, может вот так раскаяться или нет? 7-8-8-10-7-0, как вам кажется? Фидель? Фидель? Не то чтобы раскаивается, он просто интеллектуализирует. Он интеллектуализирует, будучи человеком интеллектуально свободным. Понимаете? 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте, запрошу вас. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алихан, я вот хотел сказать по этой теме, да? Да, да, да. А я думаю, Путин даст такое интервью. Обязательно. Даст. Даст. И Горбачев даст. А Лукашенко? Алихан родненький, вы сорвались. Эх, ну не я, это не я, между прочим. Хорошо. Эстом брестолоко мне пишут. Но их у него на палавра собрала проблема с интернос де Куба. Пишет мне 68-й. То есть он не говорит о настоящих проблемах Кубы, он просто сошел с ума. Пишет мне 68-й. Мне интересно интервью, мне интересно интервью человека, решавшего судьбы других людей. Мне интересно. Вот скажите, мне просто правда интересно. Человек, решавший судьбы других людей, определявший процессы, затрагивающий интересы других людей, дает свободное интервью, в котором подвергает отчасти ревизии собственные решения. Вы предвидите такое интервью, например, от Путина? 6-6-0-6-9-1. Однажды, когда-то, в 2056 году. 6-6-0-6-9-1, да. 6-6-0-6-9-2, нет. 6-6-0-6-9-1, да. 6-6-0-6-9-2, нет. Через минуту, сейчас реклама, сейчас через минуту я вам скажу результат вашего голосования. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. 9-25, обзор печати с Анастасией Аножко, но прежде я скажу результаты голосования. Да, я каюсь, каюсь, я включил голосование позже, чем объявил. То есть я объявил, потом еще минуту тут разгуливал, как павлин, и только потом понял, что у меня не работает голосование. Тем не менее, проголосовало довольно много людей, 15,3% считают, что такое интеллектуально свободное интервью, в том числе критичное к собственной деятельности, мы можем ждать, ну, например, от Путина. Фидель Кастро человек, который принимал решения, затрагивающие судьбы других людей, сейчас интеллектуально свободно оценивает собственные действия, говорит, что модель социализма кубинского не подходит даже для Кубы, актуальной Кубы, настоящей, теперешней Кубы, и так далее. Например, рассказывает, что он зря притеснял гомосексуалистов, возможно, зря тыкал сигарой Брежнева, и так далее. Значит, вот, Путин, может быть, тоже даст такое интервью, 15,3%, это 84,7%. Нет, нет, скорее нет, 84,7% не буду объяснять, почему, или спрашивать, почему, потому что у нас обзор печати. Вот что, давайте, Настенька, что там, что там? Ну, пишут про Ярославль, вы знаете, да, все уже, мировой политический форум, не больше, не меньше. Самая значимая и представительная площадка для политологов там, под патронажем нашего президента, все проходит, наша корреспондент Галина Фетисова там сейчас находится, а все газеты про это пишут. И вот сегодня там начинаются секции, работа секций и доклады. Значит, про Ярославль, про пожары, конечно же, пишут про то, как теперь быть с лесным вот этим кодексом, нужно ли его менять, есть ли там какие-то упущения. Про русский язык на Украине пишут тоже все, ну, а если посмотреть, что эксклюзивного в каждой газете, то Новое Известие обращает внимание на то, что Льву Пономареву дали 4 дня за то, что он наступил на ногу. Откуда вы знаете, что там не было мозоли? Откуда вы знаете, что там не было подагрических болей? Вероятно, там были подагрические боли. Может быть, он даже накануне ударил эту ногу, ему было особенно больно. Ну, вот теперь Лев Пономарев сидит. Вам нравится, что у вас подагра, и по наде топчется Лев Пономарев. Я слушаю, убить мало за такое. Ничего более отвратительного. Да ему даже всего 4 дня, надо было расстрелять. Вот, потом Новое Известие рассказывают об ответе из милиции по поводу убитого лосенка. Новое Известие публиковали. Да-да, было, да. Да, и милиция говорит, что ничего вообще не было, лосенок умер сам. Но меня удивила стиль, я бы сказала, штиль, в котором милиция ответила. Слушайте, цитата. В древние времена мифы слагались веками. Точка. Точка. Это МВД пишет. Да. Сегодня, с появлением новых информационных технологий и средств коммуникации, они рождаются и принимают глобальный характер всего за несколько дней. Чей-то домысел сразу же обрастает массой подробностей и прочее, но проблема в том, что свидетели никакие сами не идут в милицию сказать, вот мы видели, да, мы видели. И поэтому никаких... А тушку уже все, ее нету, ее утилизовали лосенкой, и сделать открытие невозможно никогда, и определить, от чего он там умер. В древние времена. Так, кстати, про тушку, да, это вот один из заголовков по поводу самолета, который приземлился в коме. Ой, это вообще цирк, чуть позже, чуть позже вернемся к самолету. Есть два лагеря, да, говорят, что сами же эти экипажи виноваты в отключении электроники, есть такие эксперты, которые считают, что привело вот к отключению электрики то, что очень быстро стали все переключать. Слушай, 80 человек, чудесное спасение, пилоты молодцы, самолет дерьмо. Обычная ситуация. Ну, наверное, я думаю, но сейчас мы разберемся потом с авиационными. Ну, наверное, да. Российская газета. Повышать пенсионный возраст в России пока нецелесообразно, сообщил глава ПФР Антон Дроздов. Он заметил, что у женщин, значит, средняя длительность жизни 74 года, у мужчин 62, и если сделать, повысить порог пенсионный до 65 лет, то не доживут до законного отдыха. Дроздов, 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 Дроздов надеется, что мы не заметим. Но мы замечаем, что Дроздов каждые два дня дает противоречащее одно другому заявление, понимаешь? И вот Дроздов надеется, что мы не заметим. Вот в древние времена и топ заметили, а уж при заразительной технологии мы точно замечаем. Ну, он же только что нес ПУРГУ, что надо будет повышать. Теперь он говорит, не предвидится, елки. Можно каждые два дня не менять показания. Ну, и Башкирию ждут большие проверки, счетная палата проведет серьезную инспекцию в Башкирии, о чем пишет тоже Российская газета. Вот что, 9.30 минут, новости на РСН. 9.30 мы продолжаем с Анастасией Аножко. Настя, значит, наш СМС для всех. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Сто один, сто семь и ноль по девятьсот двадцать пятому коду. Сорок второй, вам перезвонят. Да, вот мне тут иногда какие-то новости хотят сообщить и так далее. Значит, да, перезвонит новостная служба. Чуть позже после эфира, если позволите. В тоннеле под Соколом, в центр, в правом ряду авария. В центр под Соколом, в правом ряду авария. Далее хорошо, пишет пятьдесят четвертый. Сейчас, 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 еще. И были подвижения очень важные. Проспект Вернадского в область. Не доезжая цирка, эвакуируют авто. Спасайтесь. Вернадского в область, не доезжая цирка. Уносят, увозят ваши машины. Бегите, бегите оттуда. У станции Проспект Мира много милиции и спецназ. Много спецназа, много милиции. У станции метро Проспект Мира. Почему, не знаем, пишите, если знаете. Дальше. Рига свободна. Включите передатчик в тоннеле. Я сам не знаю, почему мы его не включили до сих пор. Хорошо. Еще. Есть еще по движению, еще по движению, еще по движению. А, Тверская у Кремля много эвакуаторов. Таскают машины с обеих сторон улицы. Тверская у Кремля. А Тверская у Устья. Устья. Много машин эвакуаторов таскают. Туда едет президент же Ирландии. Может быть, она примется там основать. Не знаю. Слушайте, вот смешная история пишет нам человек, который был в кортеже президента Ирландии. Человек, который был в кортеже президента Ирландии. Очень смешно. Я думаю, может быть, даже скорее в оцеплении. Смотрите. Голубь. Ник Голубь. Голубь пишет. Я вчера был в кортеже президента Ирландии. Для нее держали проспект Мира. Озверевший народ сигналил. Дама в моей машине... А, он нет, он не был в оцеплении. Он был в машине, в самом кортеже. Ехал в кортеже. Дама в моей машине, ирландка, но не президент, а другая ирландка, сказала, people are happy. Да, они приветствуют. Да, да, да. Слушайте, слушайте. Еще он едет в кортеже президента Ирландии. Народ остановили, народ весь гудит и сволочится, естественно, потому что ненавидит, в этот момент ненавидит всеми фибрами. А ирландка, которая сидит с нашим корреспондентом вместе, с Голубем, она ему говорит, people are happy. А что же мне ответил-то? Он говорит, of course, man. Of course, man. Зачем же он так сказал? Of course, man. People ликуют. No people is a little bit upset, надо было сказать. Little bit upset. Not very happy. Not very happy. People hate your president. Hates. Здесь будет hates, правда форма? Внешний МКАД стоит от Рублевки до Можайки. Аварию растащили. Внешний МКАД от Рублевки до Можайки стоит. Ярославка и проспект Мира стоят. На М2. М2 это на юг, который, на Харьков, да? 400 метров от МКАД. Крупное ДТП. Четыре грузовика и одна легковушка. Ничего себе. Четыре грузовика. Ой-ой-ой. А633 МР-97 ползет в потоке со всеми по Звенигородке. Ведро не включено. Мы в восхищении. А633 МР. И вам на сто лет отпускаются грехи. Все, теперь включайте ведро и начинайте издеваться над людьми. На проспекте Мира мечеть. Поэтому там кирдык. Поэтому там кирдык. С движением и со всем на свете. И поэтому там очень много спецназа. Ввиду того, что уроза Байрам. Воистину уроза надо отвечать. Помните? Воистину уроза. Нет, когда я шутил. Серьезно? Я не шутил ни разу в жизни. Слушайте. Незримая партия первых лиц. Очень интересная сегодня публикация в Независке. Которая предвосхищает доклад Русского института и доклад Павловского. Который представит Павловский. Насколько я понимаю. Может такое быть? Да, конечно. При нем Миша Ремезова. Насколько я знаю, там действительно в высшей степени умные люди собрались. Там, значит... Сейчас еще. Ну там, одним словом, все, кого я оттуда знаю, необычайно умные люди в Русском институте. Значит, они будут давать доклад на Ярославском форуме. По-моему, даже сегодня. До того, как президент приедет, насколько я понимаю. Они утверждают, что Россия продолжает оставаться. Смотри, какой герундиальный оборот. Вот. Россия продолжает оставаться. Continue to be вообще. Неразвитая страна. Undeveloped country. Undeveloped. Underdeveloped или undeveloped, не знаю. Неразвитой страной они. Неразвитой. Неразвитой. Альтернативы модернизации нет. Однако она невозможна... Wild crazy. Абсолютно. Она невозможна без политической структуры. Таким образом, в России должна сложиться политическая структура модернизации. Вероятно, партия модернизации. Доклад сегодня, правильно, в Ярославле. Значит, несколько позиций из этого доклада, русского института, Павловского. Первое. Россия – неразвитая страна. Есть и была неразвитая страна. Раз. Второе. Это позиции доклада. Второе. Модернизация – есть условия существования России. Если Россия не переходит к модернизации, она погибает. Вторая позиция. Третья позиция. Модернизация не будет осуществлена без агента модернизации, который должна стать политическая структура. Политическая структура. Понятно. Да? Дальше. Некая партия модернизации, которой нет. Дальше. Это третья позиция. Четвертая позиция. А четвертая позиция еще вот, что мы должны встроиться в европейские институты немедленно, исторически немедленно, ну, там, в течение, может быть, лет. Или мы будем насильственно встроены в иные блоки. Если мы будем насильственно встроены в иные блоки, не по своей воле, нам не поможет ни ядерное оружие, ни амбиции, вообще ничего. Нам ничего не поможет, да? То есть мы должны срочно встроиться в европейские структуры. Единственное условие существования страны есть модернизация. Без агента модернизации, без партии модернизации, без политической структуры модернизации мы не сможем осуществить модернизацию. И дальше есть еще очень важная вещь. Мы неразвитая страна, имеем дело с разными группами отсталости. Это реальные большие кланы в силовых и административных структурах, которые не собираются уходить из власти. Значит, здесь такое, значит, есть такое вот. Появляются знатные пчеловоды и говорят, что их травят. Ну, он не только Лужкова имеет в виду, а вообще знатных пчеловодов, как философию. Время подобных мыслителей прошло, убежден Павловский. Эта философия активно культивировалась в прошлом десятилетии, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Президент Медведев говорит о стандартах демократии. Это вопрос практически без реальной интеграции. Мы не выйдем из-за отсталости, предупреждает Павловский. Понятно, да? Мы должны использовать время и ресурсы, построить сильный единый комплекс с Европой, пока нас принудительно не включили в другой блок. С какой Европы, не уточняйте. Латвия тоже Европа. Секундочку, это правда очень важно. То есть Павловский как, сразу смотрит на Германию все время, что ли? Об этом, или на Лимитрофы он смотрит? Ну, я думаю, если он смотрит на Германию, а Германия смотрит на Лимитрофы, как вы хорошо знаете. То есть Германия вынуждена по европейским правилам политического поведения смотреть на Лимитрофы. На мелкие, досадно существующие между Германией и Россией страны, какие-то такие вот маленькие там, какие-то незначительные и смешные. Германия вынуждена на них смотрит. А мы на них не смотрим, насколько я понимаю, величие духа Павловского. Или мы должны признаться в советском империализме во всем нагадить себе на голову, и ради того, чтобы Латвия нас простила и так далее. И ты, извини, но это тоже, правда, тяжело. Я не очень понимаю, как это делать. Почему нагадить себе на голову? Я не знаю, как это делать. Я не понимаю, как это делать. Значит, смотрите. Есть люди, которые мы смотрим. Значит, существует гигантское количество теневых структур, описывает Павловский. Существует огромное количество людей во власти. В наших административных силовых структурах престижно хвалиться яхтами и деньгами. Попросту говоря, престижно хвалиться уровнем коррупции. То есть люди, внимание, это они делают друг перед другом, они хвалятся уровнем коррупции. Они говорят, я больше коррупционер, чем ты, следовательно, в России я выше тебя стою. То есть человек по уровню коррупции размещается в социальном слое. Вот что говорит Павловский. На сегодня, на Ярославском форуме. Чтобы вы понимали, это не совсем тухлый форум. Внимание, все, кто думает, что это тухлый форум, внимание, вы ошибаетесь. Потому что там будут звучать очень критичные вещи. Давайте обсуждать. 9 часов 42 минуты, через минуту вернемся. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. В отрадном беспредел сегодня, Рамадан, что ли, сотни приезжих паркуют автомобили в 4 ряда. Секундочку, секундочку. Уруза, Байрам сегодня. В 4 ряда. Да. Гаи, кого вы защищаете? Что там в 4 ряда? Ну, воистину Уруза, я же говорил вам уже. Сегодня два праздника больших. Большие два праздника. Еврейский Новый Год и мусульманский Байрам. И... А? Ураза, Байрам. Байрам, Байрам. Вот. Значит, два праздника. Два праздника. Поэтому приготовьтесь к тому, что ликующие толпы евреев и мусульман сегодня захлестнут улицы Москвы. И это, ну, очень хорошо. И нужно делать все время приветливое лицо. Сделайте приветливое лицо. У вас не получается ни черта. Сделайте снова приветливое лицо. Вот так лучше. Поехали дальше. Надо говорить Ид Мабрук. Ид Мабрук. Это счастливого праздника. Еще раз. Ид Мабрук. Ид Мабрук. А, Ид это другое одно слово, а Мабрук другое? Ид Мабрук. Ид Мабрук. Кричите в окно сейчас. Вот там вот вы видите, что в 4 ряда кто-то паркует. Кричите Ид Мабрук. Праздник длится 3 дня. На лицо делайте приветливое. Я знаю, как они крикнуты. Которым фурмании... Знаешь, как они крикнуты? Ид Мабрук. Вот так вот. Нет, это... Ид Мабрук. Вот так как-то. Ну так как-то. Светло, чтобы было на душе. Это очень смешно в Википедии написано, что мусульмане надевают лучшую одежду, ходят в гости с подарками, дальше стараются веселиться. Стараются веселиться. Готовят традиционные блюда. Мусульмане сегодня стараются веселиться, пишут в Википедии. Все, и вы стараетесь, пожалуйста, веселиться. Изо всех сил старайтесь. Всего воли в кулак и вперед. Ярославка, проспект Мира стоят. Секундочку. Мечеть на проспекте Мира Ивана из Богородицкой пишет. На проспекте Мира Мечеть, на проспекте Мира Мечеть, на Сухаревке стоит 20 машин с ОМОНом, это связь с Мечетью. На Волгоградке нормальное рабочее движение. Собираются закрывать Кутузовский, может, на переучет. Мечеть на проспекте Мира, вот там и ОМОН. Мы объясняли, проспект Мира парализован. Все прилегающие дороги перекрыты, возмущению нет предела. Делайте пределы, Ид Маврук. Ид Маврук, кричите, Ид Маврук. Рязанка в центре умерла. Сущевка перед проспектом Мира умирает. Олимпийский центр перекрыт. Сейчас, секундочку. Начало припекать одно место, очухались. А, это про доклад. Возвращаемся. Возвращаемся. Секундочку. Возвращаемся к этой теме. Знаешь, какое главное... Давай вопрос поставим на голосование. В связи с модернизацией, говори. Давайте, конечно. Вы за инкорпорирование в европейский проект? Вы за что? Ну, давай, вопрос поставим. А как же, конечно. Ну, нет, секундочку. Да, и нет, два вопроса. Здравствуйте, да. Ах, сорвался. Значит, смотри, мы ставим вопрос на голосование, во-первых. Потому что, значит, Павловский и Русский институт... Ну, там очень, правда, я настаиваю. Там Борис Межуев, насколько я понимаю. Там Михаил Ремезов, который сегодня в четыре у нас. Там абсолютно умные мужики. Совсем умные. Понимаете? Они говорят следующую вещь. Россия погибнет без модернизации. Нужна политическая сила, политический агент модернизации. Вот здесь вот будем вопрос сейчас ставить. Политический агент. А ножка хочет, но не знает, куда идти. Хочешь? Конечно. Хочешь, не знает, куда идти. Где дверь, к которой правильно постучать? Вот это будем ставить. Значит, и дальше, и дальше, что мы должны быстро, немедленно, исторически, мгновенно построить институты кооперации с Европой и влиться, интегрироваться в Европу. Иначе мы будем насильственно интегрированы в иные геополитические системы. Насильственно. Хорошо? Давайте. Значит, под тоннелем перекресток блокирован ДТП. Ярославка на пересечении из Галушкина. Под тоннелем перекресток блокирован ДТП. Уходите, как можете. Идмабрук, кому кричать? Евреям или мусульманам? Мусульманам. А евреям что кричать? А евреям сейчас посмотрю. Евреям что кричать? Шалом надо, наверное, я думаю, что-нибудь хорошее такое надо кричать. Хорошо. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Послушайте. Научите нас с аножкой. Вот мы с аножкой хотим влиться в модернизацию. Чуем мы, что вот нужно. Но мы не знаем, куда податься. Нам надо какую-то правильную дверь постучать. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Ах, алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Да. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что первым вопросом на этом форуме должен стоять вопрос такой. Вообще не вопрос, а посыл, что модернизация необходима и жизненно вообще важна, но при современной власти и при современном раскладе политическом, той власти, которая создала условия против, наоборот, модернизации, она вообще невозможна. Ну, давайте опишем власть. Власть, которая появляется и укрепляется в начале 2000-х годов, как мне представляется, если позволите термин, она по импульсу консервационная. То есть она на удержание направлена, на удержание. На удержание тех позиций, которые и позволяют вот этой коррупции развиваться. Ну, в том, нет, подождите, но вы думаете, цель коррупция? Я думаю, цель удержания ситуации, так или иначе, в некой работающей структуре. Эти же люди все равно придут в эту партию модернизации, которые сейчас хвалятся перед другом яхтами и уровнем своей вписанности в коррупционную систему. То есть агентов модернизации вы не видите? Вы не видите агентов модернизации деятельных? Ну, они должны были возникнуть из каких-то... Посмотрите, но это и не Немцов, внимание, точка, мне очень важно понять. Это и не Немцов с Лимоновым тоже? Нет, конечно. Ну вот, значит, это должны быть некие агенты модернизации, какие-то светлые люди, которые идеалистичны и в то же время патриотичны, и в то же время что? Ну, в то же время они должны возникнуть не в современном, как бы властных структур. Вы описали на ножку. Пока это может быть фантастический проект, потому что это... Вот на этом форуме должны быть договоры о том, что... Как бы дать предпосылки возникновения вот таких ростков каких-то, предпосылки хотя бы дать. Не ростки проращивать уже какие-то наметившиеся, а предпосылки. Да, но власть это компромисс. Подождите. Вот так. Давайте вы приходите сегодня к власти, или я, например, не важно. Значит, для меня понятно, что власть это компромисс. Я должен... Ну, это очень важно. Смотрите, передо мной необъятная страна. Я подхожу к карте, я понимаю, что я ни черта не контролирую. Правильно? Да. Значит, я должен сказать тем, кто контролирует, местным сильным людям, местным сильным людям, я должен сказать, братцы, ну вот вы как живете? Они говорят, вот мы живем так. Вот как мы делаем? Вот мы живем так. С утра до вечера грабим, вечером банька с девками. Да? Значит, я им говорю... Я им говорю, друзья, как можно больше граффити, как можно больше девок, как можно больше банек. Но! Но, говорю я, платите налоги... Ну, например, потому что я не могу изменить все. Потому что власть это компромисс. Я все изменить не могу, понимаете? И вы не сможете. И вы не сможете. То есть вы приезжаете и говорите, братцы, вы как живете в другом месте? Они говорят, а мы наоборот, прежде девки, забывай, когда уж после грабим. Я говорю, так, и еще налоги. Они говорят, ну, ладно, потерпим. Понимаете? Потому что власть это компромисс. Это компромисс с великой страной, с великой Россией, с великой страной, которая, будучи предоставленная самое себе, выстраивает отношения коррупционные в силу того, что она их мнит, патерналистско-феодальными. Ну, как быть? Вот как? Ну, как? Ну, наверное, я... Ну, а что Путин? Вот вы говорите, вот Путин, вот Путин точно так же, как мы. Вот Путин ровно так же, как мы. Ровно так же, как мы. Попытался восстановить власть, а именно обратился к одной элите. Они ему говорят, мы пьем, жрем, грабим, убиваем, потом, значит, с девками, а потом, чего? Он им говорит, ну, а потом вот то. То есть понятно, что Путин тоже был поставлен в условия ужасного компромисса. Это ясно. Это понятно. Это история переходного такого периода в основном. Так он все время у нас переходный? Я думаю, следующую тысячу лет он и будет переходный. Нет, ну, здесь, помимо всего, что там говорят, что о каких-то выборах демократичных и открытых, и свободный процесс, здесь должен быть человек. Ну, да. Если мы говорим, допустим, о том, что у нас всегда царь, да? Который готов пожертвовать собой, буквально до конца. Абсолютно. Он должен делать такой партнер, он должен быть явный. Ну, можно развернуть, но не в каждую историческую минуту. Но не в каждую историческую минуту он это может сделать. Он это может сделать в моменты катарсиса, какого-то ужасного перелома. Вот, например, в сентябре 91-го года, в сентябре 91-го года мог сделать вообще все, например, всем велеть ходить на ушах или ходить на руках. Ельцин Борис Николаевич, который, как мы знаем, удалился для интоксикации этиловым спиртом в сентябре. То есть я, внимание, как мне представляется, может быть, мои данные не исчерпывающие, я призываю Татьяну Диченко пояснить. Мы думали, что в сентябре 91-го года, когда Ельцин мог сделать вообще все, вообще все, он удалился для интоксикации, как мне представляется, с Бурбулесом. Нет, Бурбулес не интоксицировался, а с горечью наблюдал за этим, мне кажется. Спасибо вам большое. Звоним на биржу, 9.52, посмотрим. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9.54, фондовый рынок. С нами Лев Быстров, аналитик фонда Биржи РТС. Лев, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня вроде как-то не очень. Да, зелено, нет, зелено. Ну нет, на самом деле, действительно, утро все-таки можно назвать добрым. Да. Все-таки у нас более-менее уверенно вчера закрылась и российский рынок, и Европа, и Америка. И нефть торгуется на хорошем уровне. По индексу МРТС мы даже вечером видели прибавку. Ну, конечно, не очень существенно, в пределах 1,1%, но все-таки продолжение роста, что дает шанс на то, что сегодня продолжится. Но продолжится, наверное, скорее всего, ровно до 4 часов дня, потому как пойдут новости, опять же, с Америки, с рынка труда. И в целом, может ситуация измениться, но пока что нацелены, конечно, все, по всей видимости, участники все-таки на рынке. То, что доллар в такой один... Вот смотрите, он же прогуливался в евро вверх, а доллар вниз. А сейчас опять доллар крепчает 1,2701, вот я вижу. Ну, в целом, да. И способствует тому все-таки ситуация в финансовом секторе. Вчера, на самом деле, успокоила немножко Европа, вообще весь мир, размещением облигаций нескольких стран, успешным, довольно успешным размещением. И, соответственно, охладила немножко и дала возможность как раз вот и доллару, и евро, в принципе, немножко подрасти. Спасибо вам, Лев. Следим за ситуацией. Спасибо за ваш анализ. Мы движемся дальше. До свидания. Хорошего дня вам. Счастливо. 9.55. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, движении, движении. А ножка меняла лампочки дома на энергосберегающие. Без этого не агент. Меняла. Меняла. Все, агент. А ножка агент. Они не сразу загораются, надо, чтобы разгорелся газ. Я всем объясняю. Мне говорят, что свет не работает. А ты не гаси его вовсе тогда уж. Алло, здравствуйте. Добрый день. По Волковскому шоссе как-то трудно ехать. Ехать трудно. Спасибо. 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 Хорошего дня вам. Еще. 7.880-7.0 в движении, в движении. На проспекте Мира там большой праздник. Нам говорят. Алло, здравствуйте. Кто мимо проезжает? Алло. Да. Слушаю вас. 7.880-7.0. 7.880-7.0 в движении. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Где вы едете? Здравствуйте. Внутренняя сторона Амкат. Ну, медленно. Вот уже полтора часа. Километров 15. А где вы? К какой точке? Внутренней страны? Ну, сейчас еще даже до Ясенева не доехала от Каширки. Ой. Спасибо. Спасибо. Да. Плохая новость. Обычно там всегда и есть пробка. 7.880-7.0. Иногда она до Абутова. Иногда она до Профсоюзной, эта пробка. Алло. Здравствуйте. Наслушаю вас. Здравствуйте. Сергей. И подтверждаю, что на Профсоюзной, действительно, огромная пробка тянется отельщика Бабушкина. И, в общем, до самого этого кольца. В общем, праздник в полной мере. Надо сказать слова какие-то. И что? Сейчас я забыл. Я забыл какие слова. Да, да. Вы тоже не запомнили? Нет. Ну, буду учить. Ну, воистину Байрам, мне кажется, надо говорить. Наверное, да. Да. Ура. Воистину Байрам. Поехали. 9.57. Взор спорта. Новости спорта. Светлана Атлеева. Здравствуйте. Праздник у хагиных болельщиков, потому что стартовал новый сезон чемпионата КХЛ. И в первом матче за Кубок Открытия встречались ОХК «Динамо» и «Казанский Акбарс». И удивительным образом получился матч. Вообще хороший был. И результат удивительный. ОХК «Динамо» обыграла чемпиона Акбарс. ОХК «Динамо», как вы помните, это произошла новая команда, продукт слияния ХК «МВД», который играл в том году в финале, и наш легендарный московский клуб «Динамо». И вот теперь называется новая команда ОХК «Динамо». И показали вчера подопечные Знарока, что хорошо подготовительный сезон провели, и отлично, очень вдумчивый матч был, хорошие были шайбы красивые, были забиты, и выиграли ОХК «Динамо» со счетом 3-1. Счет был открыт на 16-й минуте встречи. Отличился новичок Михаил Баландин. Меньше чем через минуту забил еще один новичок словацкий колник, игрок словацкий еще. Третий новичок бело-голубых Доминик Граняк также отличился во втором периоде. Лучшими в составе хозяев стали финны. Это голкипер Петри Веханин и автор единственной шайбы Яни Пессонин. Очередной сезон считается, добавлю, третьим в истории континентальной хоккейной лиги. Кроме того, сегодня сборная России по баскетболу встретится с американцами в четвертьфинале чемпионата мира в Турции. Сборную США называют абсолютным фаворитом этого матча. Главный тренер российской команды Дэвид Блатт даже отмечает, что не знает, как победить соперника. Да откуда мне знать, шесть блестящих тренеров на этом чемпионате пытались найти ответ, но ни у кого не получилось. Скажу лишь одно, нам надо выложиться на 200%, тогда мы, может быть, добьемся успеха. Накануне игры появилось также сообщение, что Александр Кауна за травмой может пропустить сегодняшнюю встречу с американцами. Кроме того, до сих пор неизвестно, появится ли на площадке травмированный Виктор Хряп. Он из-за повреждения пока не провел на мировом форуме ни одной игры. Раз мы без Виктора дошли до четвертьфинала, значит, способны побеждать и без него. За это огромное спасибо остальным ребятам, сказал тренер сборной России Дэвид Блатт. Я добавлю, что игра России и США пройдется сегодня в 19.00 по Москве. Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в полуфинал открытого чемпионата США по теннису. Наша спортсменка в 1-4 обыграла эстонку Каю Канеппи 6-3-7-5. Отмечу, что ранее Звонарева дальше четвертого круга на US Open ни разу не выходила. Соперницей Веры в матче за выход в финал стала первый номер посева на US Open датчанка Каролин Возняцкий. Участницы другой полуфинальной пары уже определились. Это Бельгийка Ким Клистерс и американка Винус Уильям. Сам мужчинах на US Open в следующем выпуске. Светлана Матвеева, Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русновости.ру Светлана Матвеева, Русская служба новостей. В 10 часов 3 минуты, четверг, 9 сентября. Здравствуй, великий город, здравствуйте, все это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Сергей. Медведев отмечает возросшую роль мусульманской уммы. В чем? Я потерял это сообщение. Я тоже. А, в укреплении согласия в России. В укреплении согласия в России отмечает Медведев возрастающую и возросшую роль мусульманской уммы. Следует говорить Идмабрук. Идмабрук, надо говорить. Причем так спрещурно с таким у вас. Идмабрук, типа, и все такое. И послушайте, что вам ответили. Смотрите, Сергей Занецова. Я написал Идмабрук продавцам. Куда написал? Написал. Не знаю. Сказал, наверное. Идмабрук продавцам. Они ответили спасибо, спасибо, спасибо. Дорогой. Спасибо, дорогой. Волоколамкая свобода в центр 5-6 км в час, пишет Михаил. Да, слушайте, да, нет, ну там дурка всюду, где нужно объезжать эти религиозные учреждения. Сегодня особый день. Сегодня особый день. Сегодня еврейский Новый год. И как называется? Рош? Рош. Рош. А-ш. Ну что-то как это называется? Рош-А-ш-А-на. Как это называется, да. Рош-А-ш. Это еврейский Новый год. Какой-то там 5 тысяч, чего не пойми. И сегодня еще у Роза Байрам... А почему? Потому что Новолуние. Они по лунным календарям это все справляют. А у нас в Даосов тоже что-нибудь должно быть тогда уж, извините. Хотите, наверное, сейчас что-то? Я знаю, какой-нибудь сезон теплых роз начинается. Нет, я вам говорю, по даосскому, по нашему календарю, наверняка начинается сезон теплых роз. Теплые розы. Всех поздравляю, теплые розы, 9 сентября. Значит, слушайте, а потом холодные розы будут. Еще у нас тоже так у даосов, ага. Мы вот так вот прямо вот скользим по природе, понимаешь? Да, давай, 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 на тему. Значит, цены на продукты в Москве возьмут под общественный контроль. Вот это мне понравилось. Пойдешь в патруль? В патруль? Ну, вообще, в этом что-то есть. А куда надо идти? В Ашан? АК-47 дадут, автомат дадут. Дадут автомат. Я в седьмой континент, в Азбуку Вкуса можно? С автоматом. С автоматом, да, туда именно. В Азбуку Вкуса? За пельмени Дарья и там. А зачем ты хочешь в Азбуку? Ну, объясни, объясни. Просто мне интересно. Патруль же за ценами, а что? А нет, нет, ну ты покупала что-нибудь в Азбуке? Да, да, я вот недавно... Зачем? Вот объясни, зачем? Вот я знаю, зачем. Вот интересно мне было. Я знаю, зачем. Чтобы опломб свой лелеять. Ну, вообще, что-то в этом было. Это ты, что, когда оплатила 250 рублей за курицу. А я написала, женщина... Я покупал, понимаешь, это очень важно. Я не стесняюсь этого, потому что я скажу название фирмы, не возьму. А, нет, я не буду говорить название фирмы. Витальянскую перловку. Нет, я покупал яблоки. Яблоки. Антоновка. Ну, какая-то яблоки такие, какие-то ужасненькие. Отечественные. А здесь как-то, потому что Россия, да, они не пишут. Не важно, отечественные. Ну, какие-то ужасненькие такие яблочки. Значит, я их покупал по 34 рубля кило. По 34 рубля кило. Это в дыму, когда было все в дыму. Россия в дыму была. Дальше, слушай. Еду я, мне нужно в банкомат зайти, в Азбуку Вкуса, там банкомат. Естественно, я никогда не куплю там ничего. Потому что, ну, это оскорбительно. Дальше, слушай. Лежат эти самые яблочки. Да. Эти самые лабочки. Которые заботливо перебирает ровно такая же киргизская женщина, как только что перебирала за 34. Ровно такая же киргизская женщина. И почему? Потому что немки перебирают яблочки. Нет. Там такая же киргизка перебирает яблочки. В 89, мать. Только что я их видел по 34. Грубо говоря, в три раза. Да, да. Эти же самые яблочки. А там все так много. Ну, ты же идиот покупает в этом магазине. Там я и 60-100 рублей. Ну, скажи, объясни мне, для чего тогда. Для чего тогда ходила... Вы говорили, мы уже отвечали на этот вопрос. Нет, признайся. Нет, я ходила... Чтобы взлелеть оплом. Не правда. Чтобы казаться себе лучше. Чтобы возвыситься в собственных глазах. Чтобы презрительно окидывать взглядом людей, сходя с крыльца. Там, где я живу, продуктовых магазинов нет. И тут я сходила на раздетку с дочкой. Потому что мы замерзли, мы зашли погреться. И заодно уж я купила курицу. Больше я туда не пойду. Как не стыдно. Я посмотрела, какие там товары. Как не стыдно. Неправда. Ну, стыдно же. Да нет, ни секунды, я туда больше не пойду. Ну, не ходи, пожалуйста, больше. Ну, только в качестве патруля с автоматом. Да, если с автоматом. Слушайте, цены на продукты в Москве возьмут под общественный контроль. Контроль за ценами в столичных продуктовых магазинах будет осуществлять представители ряда общественных организаций в рамках проекта «Народный контроль». Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников. Где ударение? Ой. Семенников или Семенников? Ну, Сергей, ну, я не знаю. Я не знаю тоже. Семенников, наверное. Семенников или Семенников? Семенников. Ну, как раз. То есть, знаете, на овку. Этот человек, у которого такая фамилия, значит, он говорит, что люди пойдут по столичным магазинам на «Народный контроль», по «Патруль» пойдет. Патруль. Кто записывается в «Патруль»? Вы запишетесь в «Патруль». Давайте проголосуем все-таки. Я однажды купил в «Седьмом континенте» четыре луковички за 248 рублей, пишут 58-й. Да даже тот, с кем не бывало 58-й. Я однажды семги там купил в «Седьмом континенте». Но зато там же, на пороге этого заведения, поклялся больше никогда его не посещать. И клятву сдержал. Да, 788-170, вы пойдете в «Патруль», вы пойдете в «Патруль». Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Сергей, мне Альберт зовут. Да, Альберт, вы пойдете в «Патруль». Я сейчас продуктами занимаюсь, и хочу сказать вот насчет этого «Патруля». Да. Прежде чем ходить там проверять цены или что, пусть они сейчас цены на недвижимость и на аренду посмотрят. На недвижимость и на аренду. В Москве или вообще? Да, ну я в Москве как бы занимаюсь, но пусть в Москве. Спасибо. Альберт говорит, ребят, вы прежде чем смотреть на цены на товары, вы посмотрите цены на аренду, которые здесь, в этом дивном нашем городе стоят. Значит, послушайте, я вызываю к вам, чтобы вы проголосовали все-таки. Вы пойдете в «Патрули». «Патруль» пойдет теперь по улицам Г-Москвы, пойдет «Патруль». Г-Патруль. Нет, это «Н-Патруль». Не «Городской» патруль он будет, а «Народный». «Н-Патруль» будет такой. «Н-Патруль» вместо «Г-Патруль». Значит, по «Г-Москве» пойдет «Н-Патруль», и он будет заходить в магазины. Я предлагаю муляжи купить, есть такие воздушки, муляжи АК-47. И вот с такими ходить по магазинам. Вы, да, пойдете «660-691». Вы хотите влиться в «Народные патрули», ходить по магазинам и сверять цены с вашими представлениями о прекрасном. То есть вы будете ценники сверять с вашими представлениями о прекрасном. «660-692». Не пойдете вы ни в какие патрули, ни черта это не поможет. «660-692». Вы не верите ни в какие патрули, не собираетесь в них ходить и так далее. Но это значит, что вы глубокие социальные пессимисты, понимаете? Так, а ножка взятки брать будет? Никогда. Никогда. Ни за что. Никогда. Меньше миллиона не предлагать. Так? Спасибо. Правильно? Правильно? Да. Меньше... Миллиона гринов. Меньше котлеты, купюр не знаю. Меньше котлеты, купюр мы не знаем. Меньше лимона гринов не предлагать. Вот так, Маша, у нас с этим строго, да. 78870, вы пойдете в патруль. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Ох, Алло, здравствуйте. Да нет, к сожалению. 78870, вы пойдете в патруль, и вы думаете, это действие номера. Алло, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а где патруль? А где патруль, простите? Путин ходил уже раньше в патруль. Да я почти вас не слышу. Вы можете приглушить радио, пожалуй? Путин уже ходил в патруль. Путин ходил в патруль, да, да. И что дальше? И Медведев ходил в патруль. Да, и ничего, как было все-таки. В Саратове, да. А нас-то не пустят на порог даже с бузукой. Ну, почему? А этот вот человек Семенников впереди будет идти. Его все боятся. Да, спасибо. Там будет Семенников. И купил в Азбеке Вкуса лимонады, огурцы и мяты. За 120 рублей 0,33. Такая гадость. Пишут в 41-м. Бабульки с лопатами пойдут в патруль. 7, 8, 8, 10, 7, 9. Дайте мне какого-то патруля наивного. Женю какого-то настоящего. Алло, здравствуйте. Да, вы пойдете в патруль. Здравствуйте. Вы пойдете в патруль. Я в свое время был, меня загоняли в Комсомоли лет 35-40 назад. Погоди. В Комсомольский прожектор и народный контроль. Да. Так вот мы ходили по магазинам, нас посылали. Нас было человек 6. С нами был с райкома комсомолец еще один. Да. Мы заходили там, походим, походим. Нам колбасочки, чайку со слоном. Карпов, я помню, нам давали. Мы все подписывали, ничего нет. Опять уходили. Я думаю, это будет все то же самое абсолютно. Чуточку колбаски, сладенького чайку и карпа. Да, да, да. Я помню, один раз на улице Логина был магазин. Мы пришли туда. Вышел такой толстый директор и сразу сказал, что вы пойдете ходить. Зайдите ко мне, посидите. Мы пошли. Нам было там лет по 20. Мы сели, вкусный чай. Стол с клеенкой. У нас жалил карпа и с собой дал козом по пакету. Стол с клеенкой. Подождите, стол с клеенкой. Расскажите мне, это был стол с клеенкой в полуподвальном помещении. Да, да, стол с клеенкой. В углу лежали ватники. Я знаю, я там тоже был. А вам как раз хотелось есть в этот момент, да, небось? Да, да, да. Я еще мясник там какого-то мяса отрубил. Мясник всегда без косточки, чтобы постараться, да? Да, да, да. Спасибо вам большое. Мякоть, мякоть. Мякоть, мякоть. По 2.30, конечно. Слушайте, а у меня друг работал ночным сторожем на вернатке там. И я тоже к нему ходил ночами. Мы разгружали с ним молочко и хлебушек. И тоже все время немножко нам дарили. Ну, знаете, у нас же с вами было босоного и детство, поэтому мы не считали тогда это коррупцией. Не, мы не считали. Да, поел, попил, спасибо и все. Да, безденежный в обмен был. Ага, спасибо. Пару булок в карман, несколько кефира с собой. И это не считалось, потому что это же все народное. Какая-то коррупция. Я думаю, сейчас людей так просто. 9 часов 14 минут. А, нет, у нас сейчас нет блока рекламы. Поэтому продолжаем народный контроль и народные вот эту всю историю. Цены на продукты в Москве возьмут под общественный контроль. Я должен подвести итоги голосования. Вот какие они. 34,6% хотят пойти в народный патруль. 34,6%. 65,4% преисполнены скепсисом. Мне нужен наивный инженю. Послушайте, не звоните преисполненной скепсисом. Потому что скепсиса у нас хватает, простите. Мне нужен наивный инженю, который да, пойдет. Вот да, пойдет. И считаю, что это действенная мера. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы пойдете? Да, я с радостью пойду. Вот расскажите, как, для чего и куда в первую голову. Нужен ли вам муляж автомата? Что вы думаете нужно? Ну, я думаю, муляж не нужен. Я сам из Ясенева. Так. Я с удовольствием пойду в магазин «Седьмой континент». А где там у вас, я знаю, первый универсам, второй универсам, диета? Он единственный, это на улице Рокства. Самый первый «Седьмой континент», который открылся в Москве. Это который был первый универсам, второй универсам? Да, самый первый «Седьмой континент», владельцем которого является господин Груздев, являлся. И который после того, как ушел в Госдуму, оставил своим преемником господина Семенникова из юродела «Седьмого континента». А-а-а, так это Семенников не тот, который сейчас призывает ходить в патруле? Ну, это тот самый депутат Мосгордумы. А он преемник Груздева, и он же пойдет с патрулем? Да, и он предлагает ходить с патрулем. О-о-о, какая нежность. Спасибо большое. Подождите, ну и что патруль-то? Вот пришел человек. Так это Семенников, это засланный казачьёк. Подождите, а в чем трюк? Я не понимаю. Семенников говорит, у которого самого «Седьмого континента». Он говорит, давайте «Народный патруль». Семенников пойдет в Хасису. Внимание, подождите. Семенников, я теперь понял, это Семенников из «Седьмого континента». Он нашлет патруль бабушек, он организует орду бабушек. Он организует 50 бабушек. И нашлет их на Хасису. И в этом, собственно, диалектика, понимаете? А Хасис организует 100 бабушек и нашлет их на Семенникова. То есть этот спор носит принципиальный характер. Он ни в коем случае... Не запрагивает наши интересы никогда целит нас. Нет, абсолютно никак. Ну вот, тема исчерпалась. Хорошо, хорошо. Ладно, отбивочка, 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 отбивочка. Меняем тему. Да-да-да, я уверен, что... А вы знаете, что... Подъем! Чего-чего-чего-чего? Ну, палеонтологи нашли останки первого в истории горбатого динозавра, у которого были перья. Это я вам с лентой читаю. Это новость, новость, да. Реа-новость. Был там тротик Путина где-нибудь в его чреслах где-нибудь? Нет, 15 миллионов лет назад он живал. Ну и что, мы не поздно его еще подстрелить, мне кажется, раз он цел. Послушай, российские правозащитники встретились с заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом и советником президента США по России Майклом Маклофом. Маклофом, Маклоф. Значит, эти достаточные вот здесь даже фотографии есть. Что пожаловались. Они очень увлеченные. Эти люди, у них увлеченные лица, я имею в виду американцев. Увлеченные активно, мимика очень активная. Они сетовали, что Лев Пономарев оттоптал все ноги милиции из-за этого временно недееспособен. То есть сидит в тюрьме там где-то в зоне. Ну, где-то в самом, наверное, в таком маленьком каком-то обезьяннике. Вот. Они требовали правозащитники, чтобы американские чиновники вынесли проблему на публичный уровень. Они требовали, чтобы американские правозащитники каким-то образом поставили вопрос громко и, ну, вступились за русских правозащитников. Они по недомыслию, русские правозащитники по недомыслию полагают, что эти, которые приехали, тоже правозащитники. А они кто на самом деле? Они чиновники американские. А именно ГБшники переодеты. Нет, они чиновники американские, понимаешь? Которые совершенно ничего поделать. Ну, они просто работают с девяти до шести, понимаешь? Они чиновники. И перед ними смешная разновидность фауны какая-то выступает. Это русские попласские правозащитники. Они смотрят на них и делают лица. Делают лица, как будто их привезли на племенной праздник племени Мао. Понимаешь? Они делают лица такие заботливые какие-то, такие как будто... Ну, мы все понимаем, дескать. Все равно мы отсюда скоро уедем, поглядывают на часы. И время от времени в утешение себе достают обратный билет. И смотрят на дату. Те ребят. Да, те ребят обратный билет. И в этот момент говорят, ну, вы ешьте-ешьте бутерброды, пытаясь подкормить правозащитников. Ну, вот, слушай, нет, серьезно. А там, там, я помню, как мы звонили отсюда, Гарри Кимичу Каспарову из студии. Мы звонили же Каспарову. Перед тем, как Каспарову идти к Обаме. И вот, ну, помните, да? То есть Обама, он встречал представителей того, что они называют оппозицией. Я не могу без смеха об этом думать. И, значит, Обама встречал эту оппозицию, я не могу без смеха выговорить это слово. И я спрашивал тогда, я говорю, ну, каков же будет результат? То есть Обама сделает что? Ну, в смысле, вот он вас услышит, скажет, так, чаша терпения приполнилась. Все, не могу больше. Я не могу больше молчать. И Обама что-то сделает, какую-то дерзкую демократическую выходку какую-то. Ну, вот. Игорь Кимович сказал, Горький Кимович чрезвычайно разумный, интеллектуальный человек, в этом вообще нет ни у кого сомнений, да? Он сказал, знаете, Сергей сказал он, по крайней мере, он будет знать и не будет иметь права говорить, что не знает. Вот это важно. Это важно. То есть мы как бы при нем произнесем, мы при нем произнесем. И с этой секунды у Обамы не будет шанса потом заявлять, что он не в курсе. Ну, понятно, да? Ну, это интересно, да. Да, да, это действительно интеллектуально интересно. Значит, и они при нем произнесли, вот ровно ни один листик не шелохнулся вообще нигде. Понятно, да? Обама теперь знает, а он торжественно знает, он торжественно знал, он торжественно будет знать всегда, понятно, да? Иногда перед сном поворачивается. Поудобнее вспомнит перед тем, как совсем провалится в забатьеок про Гарри Кимович и про нашу. Где-то в какой-то момент всплакнет даже, мне кажется. Ну вот послушайте. Значит, вы думаете, что в этом есть смысл. Жаловаться иностранцам есть смысл. 7-8-8-8-10-7-0. Позвоните только те, кто думают, мне хотелось бы, чтобы вы развеяли мой скепсис, простите. 7-8-8-8-10-7-0. Жаловаться иностранцам, да, не бессмысленно жаловаться иностранцам. Вот приехали два американца, вот их обступили наши правозащитники и ознакомили их с положением дел. А именно, с тем, что Пономарев оттоптал ноги милиции теперь и так далее. Алло, здравствуй, запрошу вас. Да, слушаю вас. Вы тяжело дышите, готовясь выступить, или я не очень понимаю? А можно я из Алтайского края с пометкой срочно? Введен режим чрезвычайной ситуации только что. Вот понятно, что введен режим. В связи с лесными пожарами. Так и надо, потому что вчера в 12.50 по Москве я там загорелась и сообщил об этом МЧС. И поэтому своевременно и очень правильно введен режим чрезвычайной ситуации. Видите, как прелестно. Алло, здравствуй, да. Ну, это целая система, жаловаться в другое государство. Алло, здрасте. Нет, подождите, вы говорите кому-то там у себя. Значит, мне нужно, чтобы вы рассказали, что да, жаловаться хорошо, правильно, а главное продуктивно. Продуктивно жаловаться. Или кто-то жалуется Николаю Угоднику. Кто-то там Марфе какой-нибудь засольницы Огурцов. Какая-нибудь Марфа засольница. Кто-то еще кому-то. А кто-то Маклофу. Алло, здрасте, прошу вас. Алло, добрый день, Александр Москв. Разведьте мой скепсис. Да, я считаю, что вопрос не жаловаться, а вопрос скорее как бы попросить совета. Нет, вовлечь, вовлечь. Потому что они вовлекают его и говорят, пожалуйста, придайте это гласности и публичности. Нет, имеется в виду, оппозиция наша может попросить совета у Запада в том смысле, как действовать, чтобы добиться каких-то преимуществ, что ли, или как-то своей идеей продвигать. Нет, послушайте, вот серьезно говорю. Значит, вот эти люди, просто давайте представим себе, кто эти люди. Эти люди наверняка закончили Columbia University. Да? Да. Высоко вероятно, высоко вероятно, потому что в Госдеп очень многие из Колумбии идут. Да? Ну, допустим, да. Значит, допустим, они закончили Columbia University, который highly selective, highly selective university, да? В который там нужно из SAT-2 сдать больше 600 пунктов, и гораздо больше 600. Ну вот. Эти люди принадлежат к элите. К элите. Перед ними, перед ними, перед ними, перед ними какие-то занюханные правозащитники. Они, конечно, преодолевая брезгливость, их слушают. Какой совет они им дадут? Они им дадут совет. Они скажут, мистер Пономарев, или кто там еще, кто еще пока не сел. May you please, вступите, поступите в Columbia University. И сделать всю карьеру, как делаем мы, а именно, законопослушные, встроенные в структуру люди. Ну как? Ну я не считаю, что Каспаров является занюханным каким-то человеком. Нет, Каспаров нет, но Каспаров в Бунос-Айрес. Нет, неправильно, я не говорил Каспаров. Каспаров действительно в высшей степени успешный интеллектуал, но сейчас в Бунос-Айресе. Ну какая разница, где он? Ну он гражданин России, и хотел бы представлять... Ну он сейчас в Бунос-Айресе, а сейчас нет, ну нет его там на этой встрече. Ну нет его. Ну спасибо, извините, вы пытаетесь меня поймать, поймать в моей речи блошек каких-то, а я вам говорю, что это был там, значит, Олег Орлов, например, из мемориала, пожалуйста, очень уважаемый человек, пожалуйста, Людмила Алексеева, высшей степени, уважаемый человек, и так далее. Они все для него, для него. И они встречаются с победителями, с чемпионами истеблишмента США, с победителями, которые закончили, там, Columbia University, Stanford, понятно, да? Гарвард, так далее. Они встречаются с победителями, с чемпионами, с лучшими, с людьми, у которых все время сияет улыбка чемпиона. Понятно, да? Да. Люди из госдепа. К ним приходят люди, которые говорят, а мы вот хотим, да, 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 ну что? Ну что они им могут посоветовать? Алло, что, не понимаете? Ну так это лучше спросить у тех, кто ходит. Они же не с Эбби Хоффманом покойным, не типа Эбби Хоффмана встречаются. Они же не с черными пантерами встречаются там. Я, извините, обращаю взор в 60-е, 70-е. Они же встречаются не с черными пантерами, они же не с Аль-Каидой встречаются. Сегодня было бы актуально встретиться с Аль-Каидой. Но никак не с Маклофом. Сегодня Алексеевой, Орлову, Джибладзе, Пономареву, когда он выйдет, следовало бы встретиться с представителями Аль-Каиды. Ну почему? Потому что они борются с системой, обращаясь к чемпионам системы. Они борются с системой, обращаясь к чемпионам Матрицы. Они как бы из Сиона, понятно, да? Они Zion People, они из Сиона. Они обращаются к лучшим в Матрице, самым лучшим в Матрице, чемпионам американского эстеблишмента. И говорят, помогите нам тут в Сионе. Здрасте. Здрасте. К Бен Ладену надо обращаться тогда? Ну правда, но если ты против системы, ты обращаешься к чемпионам системы. В чем логика? Объясни мне, пожалуйста. Я ничего не понимаю. 10-26, 10-26, 10-26. Обзор печати. Подъем. Обзор печати. Обзор печати. Анастасия Аножко, Настя, прошу вас. Пророческий. Ленинский держит перед Кремлем уже 20 минут. Ну вот это вот, видимо, большой каменный. Прости, да, прошу. Заголовок пророческий в известнях. Пожалуй, пожары подобрались к губернаторам. Это вот заголовок сегодняшней газеты, но мы-то уже с вами знаем, читая ленту, что губернаторы... Но новостеперского губера повысили. Повысили одного. За такую же наусть сняли. Дмитрий Медведев предлагает изменить правила игры в лесной отрасли. Губернаторы, которые не могут отладить работу лесного хозяйства в своем регионе, будут уволены. Ну, в общем, они уволены, и некоторые из них повышены, как в Новосибирске. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании по развитию лесной отрасли. Президент поручил правительству во главе с премьером капитально проинспектировать все нормы лесного кодекса, чтобы понять, требует ли он изменений. Еще известна же генпрокуратура, а заботилась безопасностью и благополучием наших детей. Юрий Чайка говорит, нужно создать единый орган, потому что то, что у нас происходит в этой области, воспитания детей совершенно не выдержит никакой критики. В школах работают педофилы, детдомовцев усыновляют только радио государственных субсидий. Да, вот так написано в «Известиях», по крайней мере. Послушайте, Чайка что узнает, оказывается? Тысячи детей уходят из дома, и милиция их не ищет. Это все Чайка говорит? Страшно подумать. Это все пишет журналист из «Известий». В какой стране он живет? В школах работают педофилы, тысячи детей уходят в беспризорники. Да, говорили «беспрекрас», две точки. Люди в погонах тоже родители. Вот так, оттуда они все и знают. От детей, видимо. Ведомости. Граница на затычке. Из-за засухи цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло в полтора раза подросли. Подросли эти цены, и сейчас речь идет о том, чтобы запретить экспорт вслед за зерном. Переходите на кунжутное и оливковое. Да, ищи льняное масло. Льняное тяжеловато. Я бы все-таки ограничился кунжутным и оливковым на сегодня. Ведь нужно ввести самоограничение какое-то, правда же? Да, к вопросу о модернизации. Правительство превратило утилизацию энергосберегающих лампочек, содержащих ртуть, в серьезную проблему для потребителей. Так чиновники хотят стимулировать продажи наиболее технологичных ламп светодиодных. Вы знаете, скоро завод откроется светодиодных в Ленинградской области. Оказывается, ведь их же ртуть, содержащие лампочки, выбрасывать нельзя. Как их утилизовать? Смотрите, в ведомостях. Это очень сложно. 10-30 минут. Новости на Росан. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На Русской службе. Новостей. А мы-то вот сидим и гадаем с Настей во время новостей. В Багдаде запретили передвигаться на мотоциклах в связи с Ураза Байрамом. Посмотрите-ка. Как сообщил представитель командования контртеррористической операции в столице, значит, в Багдаде, бригадный генерал Касим Атта запрет будет действовать вплоть до особого распоряжения. Запрещено в Багдаде, запрещено в Багдаде в связи с Уразой Байрамом ездить на мотоциклах. Почему так? А? Ну вот, как вы сказали, наверное, хороший человек. Хороший человек на мотоцикл не сядет. Какие-то оторвы безумные. Конечно, конечно. Антисоциальные всякие подонки общества мотоциклисты. Герои. Да. Типа. Чувствуют себя. Ну, 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 сразу понятно. Дабы испытать чувство превосходства, зажав между ног этот самый 200, там, или, не знаю, каких-нибудь 100 лошадиных сил, они вот думают, что они от этого становятся краше. Тоже мне красавцы. Вот их и запретили в Багдаде. А про Хакасию, да? Это же про нас. Что там про Хакасию? Хакасию накрыло дымом лесных пожаров, перекрыто автодороги. Значит, вовремя они на Алтае начали там спецоперацию. И чрезвычайное положение как раз. Хакасия где-то рядом все время. Мне казалось все время. Я все время уверен, что за Екатеринбургом будет уже Челябинск, а дальше Япония. Да нет, это далеко. Смотрите, перекрыто движение на 189-м километре. Я всерьез спрашиваю людей из Кургана, Омска, как часто они бывают в Японии, потому что мне кажется, что они соседствуют с Японией. А они вам что отвечают все время? Это ошибка? Они говорят, что это ошибка. Они говорят, что они ближе к Москве. Ошибка, ошибка. Говорят люди из Омска. Ошибка, ошибка. Так сейчас выглядит граница между территориями, относящимися к улице Адмирала Лазарева. Ой, посмотрите мне, пожалуйста, Вики. Адмирал Лазарев. Адмирал Лазарев. Есть улица Адмирала Лазарева и Ахмада Кадырова. Ахмада Кадырова. Значит, раз уж мы заговорили про Уразу и всякие такие священные истории... Михаил Петрович? Адмирал Лазарев. Высоковероятно. У него есть улица в Москве. Он умер в 1851 году. За выслугу лет. А, он первоотвокрыватель Антарктиды. Спокуха. Да? Ну, брат вице-адмирала Андрея Лазарева, так как-то, видимо, целая династия. Родился в дворянской семье. Патрушев у нас антарктистский. И вот Лазарев антарктистский. Почему он не шествует? Внимание, сейчас расскажу. Сегодня техномат. Техномат, который группа теперь, а не один человек, в блогах вывесил очень интересный кадр. Кадры, кадры, кадры. Множество кадров. Чеченцы возводят победные боевые башни на улице Кадырова в Москве. Значит, внимание. Фотографии улицы Кадырова в Москве. И запрещают... Можно, можно. Остановитесь рядом со мной. У меня роскошная, 17-дюймовая, не скажу что. Эта улица с известным именем у нас недалеко. Несколько сотен метров. Видна из окна. На ней стояли три невзрачных типовых дома. Внутренняя территория... Стой, стой, не уходи никуда. Внутренняя территория довольно запущенная. Я по утрам иду через этот... Вот пишет это Абугаев. Абугаев. Дальше. Видишь, да? Значит, дальше слушай что. Вдруг. Вдруг. Появляется следующее. Описываем. Орлы. Орлы. Малые скульптурные формы. Фонтаны с орлами наверху, которые имитируют боевые башни чеченцев. Древние боевые башни чеченцев. Видишь? Из камня сложены. Всюду фонтаны во дворах. Вдруг. Башни, башни, башни. Вот всюду боевые, боевые вот эти смотровые башни, охранительные башни чеченские. Значит, вдруг кованые, кованые роскошные скамейки. Кованые, видишь? Это, это дорогое, это дорогое. Или это литье, но это дорогое литье. Вдруг. Все, все трансформаторные подстанции, все трансформаторные подстанции сделаны с видами гор. То есть, живопись вот эта, ну, настенная, значит, такая, да? Ну, вот, такой вот, понимаешь? А? Дальше, смотри. Боевые башни, вот они, боевые башни. Чеченские прямо стоят во дворах. Вот, вот люди смотрят из окошка. Да, интересно. Боевые башни чеченские всюду. Значит, дальше. А вот, а вот. Вот здесь мне нравится больше всего. Нет, значит, свернемся. Стой, вот, подожди, возьми микрофон-то сюда. Смотри, ну, подожди, вот что-то, давай. Смотри, я сейчас тебя буду шокировать. Я сейчас на ножку буду шокировать, внимание. И вас тоже я буду шокировать. Значит, это все делается на улице Кадырова. Смотри. Беседочки. Беседочки с тоже работой по металлу. Очень хорошей работой по металлу, да? Урны. Мама не горюй, таких в Кремле нет. Хорошенькие. Очень красивые. Тоже плетеное какое-то литье, ковка, металл. Очень дорогие урны. Какие-то там авторские работы. Гранит. Гранит. Смотри, литье скамеек. Смотри, литье урн. Смотри, литье... Ну, как говорят, омещание богато сделано. Богато, богато, богато. Ой, богато. Ой, богато. Гранит. Трансформаторные будки. Всюду пейзажи. Во, пейзажи. Горы. И опять охранительные... Опять боевые башни чеченцев. Даже на трансформаторных будках. Не вживую, но в живописи. Как бы мы не поняли, что это Чечня. Даже, даже, даже на трансформаторных будках. Живопись. Всюду боевые башни чеченцев. Дальше. А вот опять боевая башня чеченцев. Там боевая башня. С каждой стороны, где бы ты ни посмотрел, боевые башни. Значит, дальше, смотри. Видишь, как газончики сделаны. Видишь, как травка. Ну, тут, правда, травка подгуляла. Уже можно было бы постричь. Вот. Значит, здесь смотри, какое литье. Художественное литье. Детские площадки. Художественное литье. Детские площадки. Одного окурка, смотри. Ни одной собачьей какашки. Ничего нет. Видишь? Да, вижу. Чистая, чистая, вылизанная детская площадка на улице Кадырова. Это Москва. Дальше. Смотри, кипарисы всюду. Цветы, видишь, да? Да, вижу. Икебана. Чего хочешь, пожалуйста. Эти ивы. Лиственница с ветками вниз. Вот это художественное. Это все денег стоит. Это все было куплено. Все это украшено. Дворы. Пожалуйста. Нет проблем. Улица Кадырова. Икебана. Камни. Сад камней. Чего хочешь? Видишь сад камней? Видишь? Видишь все, да? Альпийские горки. Боевые башни чеченцев снова. Снова боевые башни чеченцев. Снова боевые башни чеченцев. Смотри, вот эти клумбы, которые литье, гипс, но все равно... Урны, да, тоже. Урны, работа, работа, тяжелая работа. Всюду работа. Всюду. Видно, да? Да, видно очень. Возвращаемся. Напротив, секундочку, это очень важно на сопоставление. Значит, чеченцы, 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 культурно атакуя на улице Кадырова, не спорят с неким русским, с неким русской, с русской культурой. Они спорят с бескультурьем. Они, они вторгаются не на чужую территорию, они вторгаются на ничью территорию. Ой, такое впечатление, что в фотошопе подделано. Это не фотошоп. Это не фотошоп. Не может быть. Послушайте меня, фотография огромная. Техномод, зайдите к техномоду. Это не фотошоп, друзья. Чеченцы вторгаются, культурно вторгаются на территорию, которую нельзя назвать инокультурной русской, например. Они вторгаются на пустырь. Когда вторгаются чеченцы, они вторгаются на пустырь, братцы. Потому что вот фотография. Мы видим пустырь, разделенный на атом. Да, да, вот смотрите, вот дорога, вот дорога, дорога пешеходная, которая разделяет территорию, относящуюся к улице адмирала Лазарева. Это пустырь, мусор, много мусора, мусор, пластик, мусор, окурки, бычки, проплешины. Все ужасно, все ужасно, да, все ужасно. Сорняки, проплешины, грязь, мусор. Абсолютно ужасный, унылое сиротство русской. Покатившаяся, какая-то труба торчит там. Сиротство русской земли, сиротство русской земли. Справа улица Кадырова, которая, видимо, там какую-то они отстежку произвели какую-то, и кто-то, значит, там все это обустраивает. Вот, мама не горюй, стриженные газоны, посаженные деревья, притом деревья из оранжерея специально посажены, специально выращенные, разные редкие породы, очень красиво. Альпийские горки, всюду боевые башни чеченцев, всюду все ухожено по травинке, по травинке ухожено. Травка зеленее, как это не смешно. Травка зеленее, трава зеленее, да, вдали от дома трава зеленее, помнишь, да? Слушай, значит, главное для меня, они не вторгаются на чужую территорию, они вторгаются на ничью землю. Это ничья земля. Вот улица адмирала Лазарева, это ничья земля. Это не земля русских, это вообще ничья земля. Это земля сирота. Рядом улица Кадырова, это не земля сирота. Это земля, которая вылизана по сантиметру. Просто вылизана. Это ужасно. Это абсолютно сокрушительно ужасно. Через минуту. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Я вспомнил, кто любит Антарктиду. Челенгаров с Патрушевым. Вот я Патрушева помнил, а Челенгарова все. Челенгаров же возил Патрушева в Антарктиду в связи с тем, что они любят волейболисток. Ну, в смысле, волейбол. Как-то что-то такое было связь какая-то, я уже теперь потерял из виду. Помните, да? Помню, помню. Так нет, а адмирал Лазарев, он открыл как раз Антарктиду, и они могли бы прокурировать каким-то образом, вместо того, чтобы курировать всевозможные развлечения мужские, они могли бы, например, прокурировать вот эту улицу Лазарева как раз, адмирала Лазарева. Чтобы не резало так сильно. Это позор. Это позор. Улица Кадырова и рядом улица адмирала Лазарева. Это позор. Ребят, посмотрите эти фотографии. Может быть, кто-то из... Кто-то, кто живет на этих улицах, расскажите. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы там живете? Да, меня зовут Максим. Вы, я знаю, эту улицу, вы неправильно смотрите на события, понимаете? Когда они себе делали свою улицу Кадырова, они нашу улицу засрали тупо, понимаете? Потому что москвичи не бросают у себя бутылки, понимаете, под окна. Да что вы говорите? Они не бросают. Не направляете до конца. Подождите, подождите. Они нашу улицу засрали, а себе построили. Конечно. Откуда они мусор в свой пире, понимаете? Максим, то есть вы там живете, вы видите это физически? Я там мимо хожу очень часто. Вот вы видите разницу, да, и вы думаете, что мусор на улице Лазарева как раз связан с тем, что строители сбрасывали мусор на улицу Лазарева. Это не так прямо, понимаете? Максим, 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 Максим. А сейчас предположим, что Челенгаров с Патрушевым, любители Антарктиды и, безусловно, адмирала Лазарева, начинают устраивать улицу Лазарева. И, например, например, Максим, дайте договорить, дайте договорить. Все равно дайте договорить. Это правда. Дайте договорить. Послушайте, и они начинают сносить мусор на улицу Кадырова. Ну вот рядом с... Нет, начинают... Ну, послушайте, Челенгаров с Патрушевым несут носилки. Послушайте меня. Челенгаров с Патрушевым несут носилки и сваливают мусор на улицу Кадырова, на благоустроенной. Будет реакция? Я надеюсь, будет, конечно. Будет. А почему не было реакции со стороны людей, проживающих на улице Лазарева? Не успели. Мы долго раскачивались, мы долго запрягаем. Они же быстрые, понимаете? Мы запрягаем несколько веков подряд. Но мы же ими управляем, а не они нами, правильно? Не скажешь, глядя на эти улицы. Ну вот уметь надо. Спасибо. Максим живет там. Он утверждает, что улица Лазарева приобрела такой бесходный, бесприютный сиротский вид от того, что чеченцы ее загадили. И пустырь такой стал. Не исключаю, что на этой фотографии, посмотри сюда, здесь есть горка строительного мусора на улице Лазарева, вот. Которая могла, внимание, могла соотноситься вот с этим. Видишь, да? Здесь делают и могут бросать по эту сторону. Ну это все равно. Я спрашиваю Максима всех. Хорошо. Давайте, наоборот, перенесем мусор к ним туда, к чеченам. Да, что будет? Что будет? Будет. Он говорит, Максим говорит, конечно, они отреагируют. Конечно. А почему вы не реагируете? А почему вы не реагируете? Максим сам там ходит, он обустраивает территорию. А почему вы не реагируете? Почему вы не возьмете их за этот самый, за кадык, так, двумя пальчиками и не спросите? А зачем вы бросили мусор? С улицы Кадырова чеченцы перекидали мусор на улицу Лазарева, еще 36-й пишет. Ну, а почему вы разрешаете? Вы странные люди. Понимаете, вы во всем, значит, все сделали они, во-первых, все сделали они. А мы, а мы выглядим как пассивные, понимаете, мы все время как брошенная баба. Вот почему русские всегда как брошенная баба? Можно объяснить? Я не знаю почему. Ну, почему всегда воля исходит от кого-то? Можно понять, а? Потому что чеченцы волевые, они говорят. Потому что чеченцы быстрые и волевые. А ты точно напишешь, что они богатые, а мы бедные. Быстрые, волевые и богатые. Да. А мы не быстрые, мы медленные, мы бедные, безвольные, мы бедные, безвольные. И какие еще? А, и медленные. Мы медленные, бедные, безвольные. Вот почему. Нормально? Значит, чеченцы нам всю эту улицу Лазарева уделали. А проплешины кто? Они вытоптали, что ли, там ходили, этот Зикров писали, что почему у вас проплешины тогда, а у них газоны? Они что, вытаптывают, ходят ночами там взад-вперед? Нет. У вас проплешины? Потому что они проплешины. Ползучая победа, пишет 98-й. Культурная победа, ребят. Они пришли и сделали приличную улицу. Вот и все. 7-8-8-10-7-0. Алло, кто оттуда? Да, спрошу вас, слушаю. С детьми, наверное, с улицы Лазарева ходят именно туда, кадровать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Михаил. Михаил, вы что-нибудь там были, бывали, знаете, да? Да, да, был, бывал, знаю. Ну, скажите, пожалуйста. Почему нет реакции? Реакции нет, потому что, если русские тронут чеченцев за кадык двумя пальцами, вы сами знаете, у нас есть статья прекрасная, на которую сажаются между национальной розницей и так далее, а чеченцы очень много трогают русских, и ничего не происходит после этого. Ну, вы думаете, что это только из-за уголовного кодекса? Да не только, но говорят причин. Ну, вот одна из них, ну, не реагирует. Да, спасибо, спасибо. 788-107-0. Я обращаю ваше внимание на то, что чеченцы, и это важно для меня, послушайте, чеченцы отстраивают красивую улицу, красивую, вылизанную до квадратного сантиметра улицу, а отстраивают не на чужой культурной территории, а на пустыре, потому что все, что не их улица рядом, все это пустырь. Поэтому нельзя ставить вопрос с претензией, что вы пришли на нашу землю, у нас здесь была богатая, красивая культура, понятно, да? А вы взяли все, перефигачили. Зачем такая дурацкая вязь в этом, в художественном литье вашем? Зачем избыточность, вот эта восточная избыточность безвкусная? Зачем эта мещанская избыточность восточная? Мы можем их спросить. На что чеченцы вправе будут нам ответить? Ребят, а у вас здесь была вообще помойка, честно говоря. Мы сделали, как умеем, мы сделали, как нам нравится. Ну так, ну да, мещанские, да, безвкусно, да. Ничего. Мы сделали культурно, а у вас здесь был пустырь, и они будут правы. Они будут правы, пойми ты, потому что правда был пустырь. Понимаешь, нет? Потому что правда был пустырь, братцы. Потому что место, где мы живем, называется пустырь. Нет, но обратите внимание на реакцию людей. Все говорят, что чеченцы плохие при этом. Почему плохие у них чистая улица? Нет, вот нам пишут, пишут. А вот Эльдарус совершенно правильно замечает через интернет. Это напоминает старый анекдот о том, что американец, увидев красивый дом соседа, построит дом еще лучше. Ну, из-за зависти. А русский сожжет дом соседа. Так и тут. Нет, чтобы взять и облагородить другие улицы. Начинают говорить, что чеченцы плохие. Чеченцы, братцы, внимание. Вот, следом пишет Анатолий. Да потому что нам работать надо с утра до вечера, а не работать своими руками не будут. Я не знаю, Анатолий, почему, но у них улица чистая. Вылизаная, заботлива. Видно, что там живут люди, которые заботятся, заботятся о земле, понимаете? Любят ее, любят. Любовь видна. Понимаете? Вот в этом специфика, Анатолий. Я не знаю, почему, но это так. Хотя ты все со своей культурой познакомился. Внимание, внимание. Значит, сделано, сделано у чеченцев на улице Кадырова. С моей точки зрения, безвкусненько. Но, безвкусненько. Избыточно. Витиевато. Вы бы сделали по-другому. Витиевато. И, в общем, пошловато. Значит, но культурно в том смысле, что каждый квадратный сантиметр, видна забота чеченцев, видна забота. Они любят этот квадратный сантиметр. Понятно, нет? Они его любят. Дальше. Академик Лазарева. Улица. Ёлки. Но это настоящий классический пустырь. Это вообще просто земля, где не жили люди никогда. Понятно? Ни последних веков, ни последних дней. Вообще не было здесь живых людей. Понятно? Грязь. Ужас. Вытоптано все. Ковылии какие-то. Буэраки. Страшно смотреть. Ребят. Ну, чего вы? Ну, это правда стыдно. А? Ну, вот. Хорошо. Еще. 7-8-80-7-0. 7-8-80-7-0. Может быть, я... Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Дарьянка Сергеевич, да? Нет. Вы долго раскачиваете. 7-8-80-7-0. 7-8-80-7-0. Да, прошу вас. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нет, так долго нельзя. 7-8-80-7-0. Прошу вас. Ну, вы можете хоть сколько-нибудь быть быстрым, например, как я? Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Как вас зовут? Меня зовут Армен. Я вот сейчас слушаю вашу программу, да? Да. Я армянин, говорят там про чеченцев. Это не имеет значения, там, чеченцы, армяны или евреи. А на соседних улицах они посмотрели, что творится. Продолжайте. На соседних улицах такой же грязь, как на улице Академика Лазарева. Почему они говорят, вот чеченцы там. Нет, 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 нет. Они, послушайте, кто-то решил, принял решение, кто-то принял решение, что улица Кадырова должна быть вылизана. И они вылезали. И вот теперь вылезали, просто реально сделали, понимаете? А рядом пустыри, заброшенные, захолустье, сиротство. Рядом сиротство земли русской. Я спрашиваю русских, ну хотя бы глядя на это, может кто-то позаботиться об этом, наконец, академике Лазареве? Вот именно. Я о том не хотел сказать. Спасибо, спасибо, Армен. Спасибо. Значит, послушайте меня. Челенгаров с Патрушевым вызывают восторги и аплодисменты волейболисток, когда они, кажется, шефствуют над Антарктидой волейболистками, если я правильно понимаю. Вызывают восторги или нет? Может, я что-то путаю. Они шефствуют над Антарктидой в любом случае. Например, могли бы в виде исключения позаботиться об этом самом адмирале Лазареве, который открыл Антарктиду. И даже пригласить туда первый, второй, третий, двадцать пятый канал, все каналы, чтобы сняли, как они... Нет, можно это сделать? Да, сделать там такие инсталляции... Товарищи, товарищи, если это показушничество, займитесь и вы показушничеством. Ничего, там, когда все зимой занесет снегом, там будет вылеза Антарктида. Займитесь и вы показушничеством, пожалуйста. Можете... Вот чеченцы занимаются показушничеством, ага. Только у них чисто. Вот займитесь и вы показушничеством. Вот возьмите и вылежите так, хотя бы близлежащие улицы, чтобы сиротство земли русской не резало глаз, когда глядишь на это, на этот кошмар запустения, на этот кошмар отсутствия цивилизации, людей. 1054. Движение. Москва. 107.0.ФМ. Подъем. Русская служба новостей. В Движении. В Движении 788-107.0. В Движении. Где едете, что видите? Расскажите мне о Движении в Москве. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Ах, сорвался. 788-107.0. Расскажите о Движении в Москве. Алло, здравствуйте. Слушаюсь. Да. Алло, здравствуй, Сергей. Где вы едете? По поводу Хадырова? Нет. По поводу Движения. 788-107.0. В Движении. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, добрый день. Сергей, меня зовут. Да, Сергей. Раскочил по Варшавке за 20 минут до Андропова. Никаких проблем вообще. Спасибо. Все легко и хорошо. Спасибо. Спасибо, Сергей. 788-107.0. Хорошего дня вам. 788-107.0. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да. Алло, слушаю. А здравствуйте. Можно я высказать вам мнение по поводу темы от Ульси Кадырова? Нет. Мы говорим о Движении сейчас. Простите, пожалуйста. Я, видите, к сожалению, не могу менять верстки. 788-107.0. В Движении. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да. Алло, слушаю. Да. Блин. Мы едем с Третьего Кольца на Шереметьевскую улицу. Стою уже где-то минуту 100. Вы едете в область или сюда? Я еду в сторону области. В сторону области, правильно. Шереметьевскую улицу, туда другая улица. Спасибо, спасибо. Значит, не пускают на Шереметьевскую улицу. Но там вообще все вокруг проспекта Мира. Я думаю, Шереметьевская входит в этот ужас весь. У вас вокруг проспекта Мира вообще нет движения. Попытайтесь зайти как-то левее-левее. Может быть, знаете как? Пойдите на Дмитровку, и там потом с моста можно через Шатару Ставели проскочить. Попробуйте. 10.57, я прощаюсь с Анастасией Аножко. Ура! Я оставляю Светлане Матвеевой микрофон, она расскажет о спорте. А я пойду и проживу его этот четверг, 9 сентября.